Добрый вечер, коллеги. Я предлагаю начать нашу работу. Слышно, да, меня? Заявки на доклад. Спасибо. Я предлагаю заслушать группу Министерства развития. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня задание у нас дорожная карта, но настолько что-то наш вчера круглый стол и сегодняшнее утро заседание привели к какому-то недопониманию, может быть, или невидению все-таки общей картины. Тем не менее, мы его тут написали. Худо-бедно, но написали, как мы это все видим. Образ будущего. Мы вот сейчас хотели все-таки, Виктора, по тому, что мы сделали, хотя вроде бы чего-то не хватает, сначала проговорить. Мы это все расскажем, потом, думаю, с вами обсудим. Можно следующий кадр? Следующий слайд, пожалуйста. Вот это мы перенесли то, что мы видим, видение будущего нашими группами. Это активное общество, заинтересованное в своем развитии, где человек-производитель. 25 миллионов высокопозвонитых рабочих мест, счастливая семья, идеальная личность, безопасность государства человека, высокая надежность качества, наука развития при этом должна присутствовать, ну и страна, источник силы и красоты. Это мы добавили уже потом позже. Можно следующий слайд? Следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий, пожалуйста. Мы схему выстроили, каким образом? Вот смотрите, сейчас попытаемся свою логику объяснить. Вот есть прошлое, пока мы про него расскажем. Это вот возвращаясь, то есть хемика Бошедровицкого, да? Есть настоящее. Мы говорим, и вчера говорили о том, чтобы нам попасть вот в этот вот источник силы и красоты, который наш образ будущего мы сегодня нарисовали. Нам нужен как толчок, сейчас мы принимаем это как данное, да, Министерство развития энергетики. Теперь каким образом мы это все видим? Что нужно нам, чтобы достичь источника силы и красоты? Нам нужно технологическое лидерство. Мы говорим о том, что это будет, то, что касается, это все разработки, то есть, это разработки новых технологий, инновационных технологий, это не окры, для того, чтобы мы выходили на тот уровень, в том числе и импортозамещение, о чем мы тоже говорили. Дальше мы переходим в энергетику будущего. Что значит энергетика будущего? То есть использование, реализация всех этих технологий, которые были, которые мы разрабатываем, постоянно меняющиеся. И мы говорим о том, что энергетика будущего, что сегодня, да, у нас задача здесь постояла одна, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Хорошо, за счет развития технологий мы эти высокопроизводительные рабочие места добились, вроде бы технологии, но технологии это мало. Нам нужны личности. И вот сегодня, наверное, первый раз, когда мы это анализировали, мы пришли к выводу, что образование личности – это важнейший шаг. Вот тут маленьким кружочком, это здоровенный большой круг, потому что без личности мы ни на один из этапов никуда не пройдем. А как эту личность организовать? Как ее образовать? На каком? Какие критерии к этому есть? Вот это взаимодействие дальше через общественные организации я рассказывать не буду, потому что это всего скорее как бы запрос от Министерства развития энергетики. Нам нужно 25 миллионов высококвалифицированных рабочих. Мы, со своей стороны, обеспечиваем счастливая семья. То есть что это значит? Качество доступно, инновационные технологии, умные дома. Все. То есть для того, чтобы потребность жителей, каждого гражданина была удовлетворена в качестве жизни. Но он должен был готов осуществлять работу, осуществлять вот эти высокопроизводительные рабочие места и быть квалифицированным работником. Все. Вроде бы достигли источника силы и красоты. Но достигли ли? Мало ли? Много ли этого? Реализовав все это, придем мы к источнику силы и красоты или нет? Или нам нужна все-таки революция? Полный прорыв, изменения. И вот наука развития, и при этом, да, я забыл сказать, что вот это все, весь этот процесс, он должен включиться на руку развития. Включая прошлое, накопленный опыт, настоящее. Какие пути? Каждая стрелочка, это везде наука развития. Но есть ли ей толчок? Что мы сегодня должны сделать? Достаточно нам? Вот создадим мы 25 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Это будет источником силы и красоты? Мы считаем, что все-таки нужна революция. Революция в плане техническая, как часть, или наоборот техническая, а как часть техническая может быть и революция сознания. Как нам здесь в организации личности нужно установить критерии, чтобы мы смогли взросли специалистов, которые бы занимались и разработкой инноваций, и работой в соответствующей квалификации. Вопрос очень тяжелый. Министерство развития энергетики вряд ли сможет решить вопрос с образованием личности. Я здесь иногда его буду, Министерство развития энергетики, позицировать как государство в том числе, потому что некоторые вопросы государства отдельной группы нет. Как это сделать? Через общественные организации. Как критерии к этой организации личности? Через науку развития. Что этому толчок даст? Какую невозможную технологию мы должны, технологию X, разработать для того, чтобы стать уникальной мировой державой с таким источником энергии, которого больше нет, с таким источником энергии, который мы можем транспортировать в другие страны. Тот источник энергии, который другие страны будут покупать у нас в связи с его дешевизной. Как добиться этого источника? Как не замкнуться в своем государстве для своих нужд, отдать его дальше? Как эту технологию разработать? Можем мы ее разработать сегодняшними ресурсами, сегодняшними личностями? Или нам нужно воспитание этой личности на всей протяжении всего периода? Вопросов больше, чем ответов. Но если склоняться к той схеме, которую мы нарисовали, где будет 25 тысяч высокопроизводительных мест, а нужно Министерство развития энергетики при этом или оно не нужно? Может быть, нам достаточно Министерства энергетики? Ведь все есть, программа развития есть, что-то там внедряем, что-то там делаем. И у меня тут интересная мысль возникла насчет организации своего Министерства развития энергетики. Вот ведь сегодня какая ситуация? Вы об этом вчера говорили, я имею в виду, Александр говорил, что в Свердловске, сколько было, полторы тысячи высокопроизводительных рабочих мест нужно создать. Или 15 тысяч в течение года там было. Реально они не созданы, не созданы, а по отчетам они созданы. То есть мы создали, там схитрили, где-то перевели. Задача ведь она не выполнена фактически. Страна шаг вперед ведь не сделала, а по отчетам сделала. И у нас пока вот эта схема будет, у нас развития не будет, ничего не будет. А когда в Министерстве энергетики потребителя, это сетевой там, генерирующей компании, все-таки будет личность, которая должна была вот уже давно идеологией и всем остальным расти, и скажет ноль. Вот сколько вы внедрили? Ноль внедрил. И не просто скажет, что ноль внедрил. А почему ноль внедрил? Какие барьеры стоят? И не только почему ноль. Что надо сделать, чтобы это были 15 тысяч внедренных в этот год, а не ноль. И когда вот это пройдет, ноль поставят. Не боясь там, что сверху где-то еще. И вот пока вот этот ноль кто-то не поставит, необходимости развития, организования этого министерства даже и не встанет. Потому что все справляются. Все нормально. Организовываем рабочие места, организовываем. Внедряем там что-то, внедряем. Достаточно этого? Недостаточно. И вот приедя к этому какому-то заключению сейчас, мы немножко вот в таком виде. То есть задача вроде понятна. Что нужно делать? Нужно начинать вот с этого. Вот с этого. Пока этого не будет. Пока мы будем ходить на работу ради работы, а не ходить работать на результат. Когда мы не будем отведать результат, когда мы не сможем увидеть этот результат в будущем, мы не сможем вот прийти вот к тому красивому источнику силы и красоты. Как это сделать? Как наука развития скажет нам? Как мы критерии определим? Какие нам критерии нужны? Где эти духовные ценности, о которых мы говорили? Хватит этих духовных ценностей, чтобы воспитать технических лидеров, воспитать специалистов, воспитать личностей, которые смогут на каждом этапе, где они находятся, принимать ответственность за свою работу, принимать ответственность за будущее, и за ответственность за страну на любом месте. Стоит программист, который пишет программы, или президент, который принимает окончательные решения. Поэтому мы сейчас хотим послушать потом дорожные карты наших всех групп, коллег, общественных организаций, всех групп, но без прорыва, без осознания необходимости, преодоления невозможности, а это мы считаем все-таки технология, какая-то уникальная технология, мы должны думать о ней, о этой технологии, та, которая позволит нам выйти на принципиально новый уровень, постоянно на нем оставаться. Не за счет одной технологии, а за счет постоянного развития, в том числе и остальных технологий. Ну а дальше у нас сейчас еще есть дорожная карта, вот по тому, что мы сегодня выстроили, с учетом все-таки того, что мы здесь все изложили, как мы это видим. И сейчас Юрий про это расскажет, про дорожную карту. Добрый вечер, уважаемые коллеги, меня зовут Юрий, министерство развития энергетики. Мы попытались, может, следующий слайд? Попытались как-то оценить сроки, то есть наша дорожная карта представляет порядок шагов, движение по той схеме, которую Сергей представил. И мы попытались посчитать сроки реализации проекта по нашей дорожной карте. Но первый шаг – это создание министерства развития энергетики. Считаем, что для этого будет достаточно год. Второе – формирование запроса к общественным организациям на создание кадрового ресурса. То есть наша схема дальше раздваивается на две стрелочки, если можно вернуть назад. То есть смотрите, министерство развития энергетики отправляет два запроса к общественным организациям и к технологическому лидерству. Обратно. Спасибо. То есть формирование запроса в течение полгода дальше происходит со стороны общественных организаций оценка существующего кадрового потенциала. Можно ли на базе имеющихся специалистов что-то построить, развить какую-то технологию для прорыва, о котором говорил Сергей, либо нельзя. Если нельзя, то мы считаем, что как минимум одно поколение формирования со специалистов с момента рождения до каких-то молодых инженеров, воспитанных по новым технологиям, опять же, нам потребуется 25 лет. Следующая страница. Также параллельно будем формировать запрос к технологическому лидерству на формирование прорывных технологий. То есть это, наверное, какие-то инновационные технологии, но что-то новое, что позволит нам технологически перейти к новому качественному состоянию энергетики. Порядка 6 месяцев потребуется нам для создания такого запроса. Дальше технологическое лидерство создает прорывные технологии с помощью кадрового резерва, сформированного общественными организациями. Ну, это экспертная оценка, 5 лет, конечно, она спорная достаточно. Мы не бретены на истину. Оценочная цифра. И четвертая. Энергетика будущего внедряет прорывные технологии в реальное производство. Ну, по нашей тоже экспертной оценке это 4 года. Итоговая цифра, она достаточно широкая получилась. от 11 до 37 лет. Вообще-то это пугающие цифры. Ну, и как бы тут стоит задуматься на самом деле, работоспособна наша дорожная карта или нет. Собственно, все. Да, спасибо. Иван. Иван, группа технологий. У меня вопрос такой. Вы говорите о создании инженерных кадров с нуля. 25 лет указываете. Вы считаете, что существующие инженерные кадры, молодые, незакостенелые, такие как мы, не способны на переобучение и не способны на… Я понял вопрос. Постигнуть вот это вот. Я понял вопрос. Можно вернуть обратно? На предыдущий слайд. Вот видите, здесь 6 месяцев дается на оценку существующего кадрового потенциала. То есть если он такой есть, то, соответственно, формировать его дальше не нужно. То есть будет, конечно, какое-то дальнейшее развитие, но можно работать, видимо, с тем, что есть. Но это нужно оценить. Мы такую оценку не проводили. Спасибо. По этому же самому вопросу. А правильно я понимаю, что вы хотите новый кадровый потенциал воспитать с помощью сегодня тех, кто обучается? Ну, раз в 25 лет вы пишете. Мы заложили на это поколение. Создание нового поколения. Вот я про это и говорю. Правильно понимаю, да? Я бы тоже хотел спросить. Я правильно понимаю, что если можно вернуть схему на один слайд назад. Вот я правильно понял, что эта схема была вами продумана по результатам сегодняшнего утреннего пленума. Да, мы на самом деле очень долго над этим думали. Для нас оставался вопрос взаимодействия с группами, в частности, наукой развития. Мы долго не могли понять, как с ними взаимодействовать. И в конце, в итоге, по результатам общего диалога пришли к мнению о том, что их участие необходимо методологически на каждом шаге развития. Понятно. Интересно. Вот у меня такой вопрос. Интересно, а как вы двигались? Вы двигались из прошлого в настоящее и к искомому источник силы и красоты или вы двигались наоборот от источника силы и красоты обратно? Как вот просто? Ну, схема родилась на самом деле… Просто мы поставили перед собой прошлое и настоящее, будущее и попытались как-то перейти, составить схему перехода. Ну, вот такая она родилась у нас. У Сергея есть ответы, я так понял, да? Мы сначала определили, что источник силы и красоты, что для этого нужно? Для этого нужно производство, то есть от тех же 25 тысяч, опять я все верну, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Задача, потому что это текущее уже стоит, как бы, да? И мы говорим, поэтому, кажется, это ведь это не развитие, это шаг развития стоит. Нужно создать. Что для этого нужно? Для этого нужно осуществлять вот в группе технологического лидерства разработку технологий, инноваций, повышение эффективности использования, ну, модернизации существующего. Нужно. Теперь что нужно еще для этого? Для этого нужны люди. Они вышли, люди нужны. Какие люди нужны? Личности нужны. Ага. Значит, кроме Министерства развития энергетики, который может… Вот в том векторе, как бы, может поставить задачи технологическому лидерству для того, чтобы все-таки прийти в энергетику будущего и к источнику силы и красоты. А люди, как мы, как государственный аппарат, повлияем на образование личности, на то, чтобы та личность с полной самоотдачей приводила тут свой… То есть, чтобы результат работы этой личности был виден. Причем, чтобы мы его кадрово определяли. Какие… Это же процесс, он постоянно развивающий. То есть, нет, что мы пришли и все. Это постоянное развитие идет. Они постоянно обменяются. Технологии постоянно будут меняться. Нужно предугадывать, в том числе, квалификацию. А какая нужна будет завтра квалификация? А чтобы понять, какая нужна будет завтра, нужно сегодня уже этому обучать. Для этого институты, не окры. И очень большая тут, очень большая роль общественных организаций. То есть, это вот мы даже могли вот в один блок определиться, потому что без общественных организаций, а которые и на ту сторону, и на техническую, и на человеческий ресурс, абсолютно могут влиять. В отличие от Министерства развития энергии, которая в технической стороне может только двигаться. Вот мы, исходя из этого, то есть сверху двигались, двигались, у нас эта схема возникала в итоге. А прошлое мы здесь поставили к тому, что вот, когда все-таки с наукой развития, мы понимали, что вот те критерии, которые мы должны выработать, критерии и для развития технологий, критерии и для развития личности, и для личностного характера. Что нужно? Как минимум нужно опирание и на прошлый опыт. И поэтому вот у нас и прошлое здесь. Я очень стала схема, кстати, похожа вот на ту, что мы рисовали, но делать человечек было вот это все синенькое, да, для того, чтобы прийти к тому будущему. Ну вот так, спасибо. Пожалуйста, группа, да. Все-таки мне не совсем понятно, предполагает ли эта схема как бы итеративность, или, то есть вот имею в виду постоянное как бы вот возобновление всей этой схемы, или же вот как мне больше кажется, что здесь действительно от какого-то настоящего такой марш-бросок до какого-то будущего. И может быть из-за этого такие огромные цифры вот в сроках реализации. Ну, вроде бы группа ответила, что они двигались как раз из будущего. Нет, я имею в виду как бы вот как будет происходить постоянное возобновление этой схемы. Это постоянное возобновление схемы. Мы же об этом и говорим, что вот это где энергетика будущего у нас написана, а энергетика будущего мы здесь имеем в виду, это реализация всех мероприятий для того, чтобы достичь вот того уровня, куда мы стремимся все. Это конкретные заводы, это конкретные работающие технологии, которые внедрены у нас, производят и обновляются. Обновляются за счет технологического лидерства, которое постоянно-постоянно разрабатывает новые. И вот эта схема, она постоянно работает. Ну, просто, наверное, как-то вот эта схема не видна, поэтому... На схеме это не видно, это мы пытались, да. Вот здесь же не взаимодействие полностью всех вот групп, мы здесь не представили. Мы показали как бы некий путь, некий вот как оно должно идти. Тут взаимодействие очень сильное, будет между собой, между группами. Это довольно условно мы показали, для того, чтобы показать, как мы еще двигаемся. А где от Министерства развития энергетики, в сторону вот блока общественных организаций, выграживания личности и ДОМ, здесь как бы это вообще вот вектор для направления работы, чтобы мы определили эти взаимосвязи. Насколько это нужно? Насколько мы сможем вот ту личность организовать с помощью дома, семьи, работы и повышения до самого последнего момента. Роста, постоянного роста. Постоянного роста. Не будет, что у нас вырос до какого-то момента организовалась личность. Все, она личность. Это постоянный рост, который... Вся схема постоянно движущаяся. Спасибо. Ясно. У меня есть еще один вопрос, а потом вопросы из интернета. Если можно вернуть следующую схему. Я правильно понял, что вот эту вот дорожную карту вы составили в частности после взаимодействия с другими группами? То есть вы... Я правильно понял, что другие группы отчасти принимали участие в создании вот этой проекта дорожной карты? Я правильно понял? Или не совсем так? Ну, не совсем так. Дорожную карту мы с ними не согласовывали. Мы пришли к схеме взаимодействия. Понятно. Схему взаимодействия мы по результатам общего диалога составили. Ну, вот я правильно понимаю, что ваше игровое действие сегодня это, ну, собственно, представить вот эту схему и ее согласовать с другими группами? Да, мы просто по результатам уже четвертого дня, или какой у нас идет, четвертый, пятый, поняли, что мы немножко каждый раз на шаг позади того плана, который у нас нарисован в рамках игры. То есть мы каждый день приходим с утра и начинаем дорабатывать то, что мы не доделали. Поэтому мы готовы к диалогу. Ясно. Ну, и вот по, собственно, итогам доклада, как вам кажется, вы согласовали эту схему? Ну, думаем, что нет. Мы оцениваем реально, что группам надо посмотреть этот материал и обдумать, и обсудить его. Ясно. Так, ну и вопросы из интернета, я так понимаю, есть. Александр Жавранков, вот, немножко выше, видимо, я видел, там были до этого вопросы. Так, слушаю министерство и вспоминаю дивный новый мир Хаксли. Абсолютно счастливое общество, отсутствие любых противоречий, каждый на своем месте. Человек программируется еще на этапе инкубатора. Прочитайте, это очень стоящая книга. Это, видимо, суждение. Ну, я так понимаю, у нас вопросы закончены, я так понимаю, тогда мы обсуждаем. Так, дальше, что еще? Группа министерства. Вы рисуете довольно утопическую картину будущего, считаете, что нужна революция. Мне кажется, вы говорите культурно-социально революции, смена строения общества и его жизни. Революция – это насильственное изменение. Верно, что вы могли бы заниматься достижением своей цели, стремлением к идеальной личности. Не что-то там людей, не спрашивая людей, нужно ли им это. Я вижу, что там дальше, непонятно. Ну, видимо, это к тому самому вопросу, откуда возникла эта схема. Но я так понимаю, что сегодня вы отправили своих представителей в группы и, в общем, видимо, составили вот ту схему взаимодействия. А вот этот проект «Дорожная карта», это, я так понимаю, вы как раз его хотите обсудить и согласовать. Нет? Тут еще по схеме не все понятно. То есть мы еще и схему будем обсуждать. Да, да, само собой схема. Ну, в общем, там, к сожалению, не видно. Да, еще Аркчеева, Наталья, Александр. Я, с одной стороны, с вами согласна, а с другой стороны, развитие страны без давления сверху еще больше утопия. Народ, тем более, столь многочисленный и разрозненный. Разрозненный, да, правда, национально без твердой руки правителя не соберется вверх. Так. Можно комментарий? Да, прошу. Буквально минутку. Дело-то ведь в том, что мы не говорили о том, что давление сверху, дна, чтобы как позиция сказать человеку, как он должен жить или как он должен делать. Мы говорим о том, что вот те материальные и духовные ценности, о которых мы говорили, достаточно ли их для того, чтобы мы, вот то поколение, которое нам будет работать, которое хотело работать, которое должно работать и будет работать, оно у нас было или недостаточно? Мы тут слышали, и общественные организации все, у нас там от алкоголя, от табака, курения, все пьют, все мрут, все плохо, засилие иностранное, своего ничего нету. Так почему? Может быть, тут все-таки нужно делать шаг только к тому, не говорить, что делать, а ценности поменять, для того, чтобы те личности были личностями. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю прийти к суждениям. Да, прошу вас, Сергей Григорьевич. Можно я сюда выйду? Хорошо. А указочка есть? Есть только ручка у меня. Ручку дать. Так. Или чат. Давай. Можно вот слайд со схемой? Слайд со схемой? Слайд со схемой? Вот у участников, мне кажется, на играх навигации. Почему? Потому что, во-первых, формально я оцениваю. Вот смотрите. Сочетание двух типов движения. Да, линейного и цикличного. Причем можно видеть, что цикл накопления один, в него встроен цикл накопления два. Вот. Я бы только немножко поменял, так сказать, вот именно кружочков. То есть, возможно, разные варианты. Просто я предлагаю другой, тоже как информация к размышлению группы. То есть, я бы поставил образование личности вот сюда, соответственно, технологии лидерства сюда. Дом я бы поставил сюда, соответственно, энергетику будущего я бы поставил сюда. Почему? Потому что, как бы, ну, вот этот шарик своего рода результирующий, во многом автономный. То есть, он занимает место как бы целевого ориентира. И вот, в моем понимании, все-таки энергетика будущего – это обслуживающая сфера, инфраструктурная. Следовательно, значимости, связанные с ее существованием, они должны проходить какой-то общественно-социальный фильтр. В этом смысле ее место вот тут. То есть, вторичный встроенный цикл. То есть, дополнительная фильтрация. Затем в этом цикле она фильтруется. Кроме того, значит, здесь она фильтруется с образованием личности. Вот. Ну, и здесь тоже, так сказать, технологии – это тоже, как бы, нужна большая фильтрация, чтобы дошло до социальной значимости. А здесь, тогда, заметьте, здесь получается линия, как бы, уже человеческой жизни. То есть, здесь личность и здесь дом. И тогда, действительно, здесь может быть источник смысла и красоты, источник силы, силы и красоты. Вот. Ну, а так, схема чрезвычайна. То есть, во-первых, видите, сама графика, да, то есть, этот вот подъем, потом вот этот вот принцип уложенных циклов, сочетание двух типов движения позволяет производить накопление и отбор. Ну, то есть, за этим видна, в общем, такая очень интенсивная мыслительная работа. Это просто передается. То есть, я просто, ну, честно, очень рад. Спасибо. Спасибо. Да, прошу. Держи. Значит, у меня осуждение такое. Вот, Константин Филиппович, спасибо. Мне кажется, я вот то же самое хотела сказать, но не смогла так объяснить. Вот. И еще хотелось бы сказать, что вот идея, конечно, создания нового поколения, там, выращивания, вот, поколения идеальных людей, она не нова, но вот в каком-то смысле все-таки утопична. И вот просто такое предложение подумать, все-таки может что-то можно и с настоящим материалом тоже как-то работать, потому что, как бы, конечно, мы такие плохие, несовершенные, но может там все-таки сгодимся на что-нибудь. Можно добавить сразу же к этому? По поводу, вот, там, 25 лет и новые инженеры. Вообще, на самом деле, те инженеры, которые настоящие инженеры, они у нас сейчас, им там, лет по 60, по 70, и хорошо бы вот их, чтобы они, молодежь-то, свои здания все-таки передали. Их, как они проекты свои внедряли, как они станции строили, вообще, как они большую энергетику делали. А мы, вот, и там, следующее поколение, не знаю, такие проекты, если, ну, дай бог будут. В общем, вот, мне, как бы, вот это хотелось сказать. Да, прошу, посадим. Я хотел сказать по 25 лет. У нас там не случайно вот итоговая сумма от 11 до 37, то есть, вот, где у нас написано 25, там, правильнее было сказать, до 25. То есть, мы, Юрий отмечал, что сначала мы оцениваем, если хватает сегодня потенциала, то никаких 25 лет, естественно, нет. Ну, вот, я так понял, что группа говорит о том, что сегодня нужно, собственно, интенсифицировать, в общем-то, вот эту вот ситуацию с демографической проблемой. Что, я так понял, группа говорит для того, чтобы мы пришли к вот этим вот новым рабочим местам, нужно, чтобы их кто-то мог занять. А для этого нужны люди. И, дескать, а в стране, как мы знаем, есть проблема демографическая. Ну, ладно, хорошо. Да, прошу. Хочется отметить положительный момент схемы, на мой взгляд, что, наконец-то, группа услышала, что личность, определение личности занимает определяющую роль на пути к развитию. Спасибо. Так, еще суждения? Из интернета, может быть, у нас суждение есть? Алексей Евгеньевич? Не очень слышно. Надо как-то увеличить. Попробуй, да, сейчас мы попробуем. Рада, у нас все на максимуме включено. Попробуй еще раз. Сейчас меня слышно, отчетливо. Да. Хорошо. Добрый вечер всем еще раз. Во-первых, я хотел вас сегодня поздравить с праздником. Кто-нибудь догадывается с каким? Забытый праздник. Понятно. Поэтому, я, честно говоря, и сам забыл. Но мои сверстники мне напомнили и поздравили меня с моим праздником. Сегодня день рождения Комсомола. 96 лет. Это история. Это определенная сила. Да, я думаю, что надо вообще-то пару каплискать тому поколению, которое прошло вот эту организованность, эту историю, в том числе, вписало своей активности в историю страны. Я вижу, что на самом деле группа представила фундаментальный такой замысел по движению к некой конечной цели, где образ будущего представлено в виде уже России, как источники силы и красоты. И группа не теряет эту ценность и этот образ. Это очень хорошо. Группа, я вижу второе, она задействует рисы. И она понимает, что группа или Министерство энергетики, оно не может справиться с этой задачей максимальной, как бы в одиночку. Надо понимать, с кем придется взаимодействовать. Это очень правильный момент, на мой взгляд. Но дальше я могу просто не уловить всего смысла, вот Константин Килипич, он восхитил, а я, возможно, в силу того, что я не уловил всей глубины этого замысла, а, возможно, и наоборот, я бы здесь покритиковал группу. Ну, два момента я хотел бы обратить внимание. Первое. Я очень ждал, что мы выйдем на идею создания Министерства развития энергетики. А она, как бы, само собой разумеющаяся. Я увидел, что на реализацию этой задачи создания Министерства развития энергетики дается один год. Это суперкороткий срок, это очень здорово, если мы за год умеем создать, сумеем создать Министерство развития энергетики. То самая эта интрига моя, а как это создать, а группа пропускает эту задачу, как само собой разумеющая. Ну, это мы создали за год, но, видимо, в росток ставили, видимо, считали. Вот это осталось недоложенным, если это было. Либо этого вообще не было. Для меня, так, самый главный запрос в группе, это как создать Министерство развития энергетики, которое, конечно же, дальше будет разворачивать работу по созданию энергетики будущего, вписывая ее в образ будущего страны. С этим я не спустя, но тут можем, конечно, немножко тоже поспорить, но главный момент, главный вопрос у меня к вам, коллеги. Ведь кроме вас, эту задачу никто не решит. Как создать Министерство развития энергетики? Должна быть своя программа, своя дорожная карта на создание Министерства развития энергетики как необходимейшего элемента для развития. Понятно, что без него ничего не будет. И я думаю, вы это точно верите, так же, как и я, что без него ничего не будет. А оно-то как появляется, вот что важно. Поэтому нужно, возможно, две дорожных карты. Эта дорожная карта максимум, а дорожная карта минимум. Как создать? В один шаг, вот раз, щелкнули пальцем, и Министерство возникло. Это ведь не так. И поэтому хотелось бы, чтобы группа совершенно трезво оценила, что такое они думают, можно сделать за один год. Круто, если за один год. Это первый момент, который я хотел бы обратить внимание. И у меня, я бы не снимал заказ, я очень хотел бы, чтобы группа поработала над этой программой и показала, как возможно создать Министерство развития энергетики. Это задача ближнего шага, но это очень сложная задача. Я не знаю, как ее решить. Только надеясь на то, что мы общими усилиями можем понять, возможно ли это вообще. А ведь если это невозможно вообще, тогда и ничего другого не возможно. Поэтому я бы не умолял этой задачи, не говорю так вот, ну это год, это ерунда. Печать поставили и заработала. И будет само собой. Само собой ничего не будет. Второй момент. Что такое дорожная карта? Что такое программа? Ведь сегодня мы занимаемся, собственно, программированием. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в моем представлении программирование и дорожная карта это не вот то, что вы нарисовали. У вас как бы шагами являются группы Министерства развития, там технология лидерства, энергетика будущего. Они включаются как бы шаг друг за другом. Или в какой-то последовательности. А для меня это ресурсы. Вот все сидящие здесь группы это реальный ресурс. Реальный интеллектуальный ресурс, который и может выдать продукт. Или не выдать продукт. Продуктом это может быть дорожная карта. А вот места, шаги, которые должны сделать, должны все сделать, чтобы попасть в будущее. Здесь должно быть другое. Простой образ. Представим, нам надо просто простроить дорожную карту движения из Екатеринбурга в Москву. Тем более к 6 числу надо туда собираться как-то, да? Как можно ехать? Вариант можно ехать на автомобиле. Ну, тут два варианта. Ну, как минимум, да? Едем через Пермь в Казань или через Уфу в Самару. Понятно же, да? Соответственно, можно рассматривать эти варианты и выбирать программу. Я бы вам нарисовал программу вот таким образом. Давайте я попробую нарисовать. Я не знаю, будет ли это. Попробуй. Вот сходная точка. Ее видно? Видно. Вот цель. Вот конечная точка. Есть варианты. Ну, скажем, Помара, Уфа, Фермь, Казань. Можно так, можно так, можно так. Мы же понимаем, когда встроим эту дорожную карту. Так вот, когда-то мне очень понравился соход, который предлагает, предполагает, строительство, создание программ от конечной точки последовательной. Некоторые проминуточные пункты в начальной точке. А вот реализация этого, этой программы, конечно же, идет в обратной последовательности. От начальной точки к конечной точке. Вот эта схема должна быть на мой взгляд какой-то основой для того, чтобы создать дорожную карту в будущее. У вас ведь очень похоже на это. Эта карта, ну, практически то же самое, что я нарисовал. Ну, только смотрите, у меня здесь не ресурсы, а населенные пункты. А проминуточные пункты движения. Я строю карту от того, куда мне надо, а реализую от того, где я нахожусь. Если бы я сегодня нарисовал здесь задачу для этой группы, она выглядела бы так. Министерство энергетики, Министерство развития энергетики. А вот как пройти этот пункт? Вот это мне очень хотелось бы услышать. Я не знаю, слышно ли было меня и понятно ли мое отношение к докладу и мой, скажем так, запрос на работу группы. Тут, наверное, уместно, чтобы группа сказала, ответила на этот вопрос. Есть, может, Сергей? Да, спасибо. Было все слышно, все видно и все понятно. Но мы-то ведь о чем говорили про создание Министерства развития энергетики. Нужна необходимость эту увидеть. А необходимость как сегодня увидеть? У нас программы развития, которые сегодня есть, и регионов до 20-го года, до 30-го, их недостаточно, но они есть. И ведь они не выполняются. Просто вы к примеру приводили, про то, как подмена понятий идет, какие-то еще могут быть вещи. И в итоге за место созданных 15 тысяч рабочих мест мы создали реально 3 тысячи. Но ведь задача это ведь не в этом стоит. Задача стоит в 15 тысячах, а сегодняшними силами, которые мы выполняем. И вот пока вот этого ресурса и вот этой личности или личности на нескольких моментах не будет, которая скажет, что а ведь мы не можем 15 тысяч, мы можем 3. И мы сделали 3 всего тысячи, а не 15. И не написали там где-то, что какими-то вот этими методами всякими разными. И на каждом из уровней это дойдет, наконец, до того, кто может принять решение. Тогда это может быть... Спасибо, Сергей. По точку наших расхождений. Расхождение наше вот в чем. Я, честно говоря, думал, что мы с тобой в этом отношении мыслим одинаково, но во всяком случае есть шанс, возможно, тебе меня сейчас услышать и, может быть, согласиться с моей точкой зрения. Вопрос, а ты же сам сказал очень четко, что этого никто не делает. А в ЭПРМ никто не создает, например. Так тогда должен появиться тот, кто это делает, а кто это делает, это организация. Организация это называется Министерство Ронидии и Энергетики. Нет сегодня такого министерства. Поэтому развитием некому заниматься. Некому. Мне кажется, что тут не должно быть какого-то расхождения. Если ты со мной не согласен, тогда проверни меня. Думаю, тогда моя иллюзия, может быть, это не наше общее, а мое представление о том, что если мы не создадим Министерство Ронидии и Энергетики, то создавать ВПРМ будет некому. Некому будет организовать эту работу. Ведь мы же понимаем, что как только Министерство Розвития и Энергетики вчера заработало, все пришло в движение. Мы стали создавать хотя бы понимание о том, куда мы хотим попасть. Ведь вчерашняя практика стала возможна результат работы. Благодаря тому, что у нас на игре было создано Министерство Розвития и Энергетики, оно заработало. Плохо или хорошо ли оно заработало принципиально. И поэтому у нас появилось будущее какое-то хотя бы нарисованное. Если такого Министерства не будет, то ничего не будет. Вот этот первый пункт. Поэтому меня хотелось бы понять. Мы друг друга понимаем, соглашаемся или ты принципиально считаешь, или группа считает принципиально, что я ошибаюсь и я не прав. Мы соглашаемся абсолютно. И это с первого дня даже, хотя у нас меняется концепция где-то там какими-то местами, но это было сразу же без Министерства Розвития. Сегодня как есть, никакого развития не будет. Нужно создание принципиально нового инструмента, единого центра. Мы об этом говорили, я думаю, понимание здесь есть. Единственное, неправильное, маленько пытался донести это еще дело. Все нормально. Тогда я очень рад, потому что на самом деле я снова понял, что мы единомышленники и мы, я думаю, что эту задачу должны и надеясь можем решить, надеясь уверен, что мы что-то решим. То есть надо понять, как нам создать Министерство Розвития и энергетики. За год так за год. Ну, может быть, чертим за полтора. Хотя у меня, не знаю, сколько у меня времени осталось на это, у меня это осталось возможно меньше года по контракту. Вот. И у меня более жестко. Я бы сказал, надо бы за полгода создать Министерство. Ну, просто в силу того, что мой контракт кончается через полгода. Вот моя, моя реальность. Поэтому, если бы мне могли понять, как еще ускорить, вот, то видение ваше, как решить, это было бы очень здорово. Я очень надеюсь, что мы эту задачу порешаем. И, кроме этого, второй момент. Я понимаю, что надо использовать ресурсы, не только находящиеся в рамках Министерства, а какие-то иные ресурсы. И в этом смысле я с Сергеем из группы полностью согласен. Надо их задействовать. Но как ресурсы, а не как логическую схему последовательность шагов из определенных состояний в другие состояния по этапам. А вот этого пока в докладе я не услышал. Логики реального создания, реального перехода от одного состояния к другому. Я очень надеюсь, что группа, взяв эту схему, кстати, к остальным она тоже относится. И может кто-то в своих докладах как-то на нее отреагирует. Может быть, даже критически. На мой взгляд, вот так надо строить будущее. Если мы пойдем по таким путем, возможно, мы что-то получим. Спасибо. Спасибо. Так, доклад следующий. Группа энергетика будущего. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Группа энергетика будущего. Первый вопрос, который хотели бы мы обсудить, что такое ВПРМ. Высокопроизводительные рабочие места. Кто должен работать на этих высокопроизводительных рабочих местах? Соответственно, работники, обладающие следующими характеристиками. Хочу изобразить. работник. Работник. Что присуще этому работнику? Значит, мотивация. 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 Причем мотивация как материальная, больше 30 тысяч рублей зарплата в месяц, так и нематериальная. ресурсы. Территориальные условия. Что ему необходимо для работы? Средства производства. Задачи необходимы выполнять. Ну и, конечно, этот человек должен быть высококвалифицированным. Следующий момент. Откуда могут взяться ВПРМ? Следующий слайд, пожалуйста. Из достоверного источника, а именно указа президента, следующие цифры. 8-9 миллионов это новые молодые специалисты, 2-3 миллиона бюджетные организации, 10 миллионов архаичные и отсталые производства, 3-5 миллионов это мигранты. Мы видим два пути решения. Освоение новых территорий и новая технологическая платформа. Соответственно, все это приводит к изобретению нового. отсюда мы изобразили следующий слайд, пожалуйста. Да, энергетика будущего сделает акцент на молодых специалистов. Дальше. Отсюда мы разработали дорожную карту работы с нашими группами. на самом деле было сделать это нелегко. Мы основывались и решили посмотреть на то, что уже было сделано, конкретно план ГОЛРО. Вот что у нас получилось. Первое соответственно дом направляют задачу в технологическое лидерство Министерства развития энергетики. Далее задача поступает науку развития и общественные организации. Обработанные вопросы, запросы Министерства развития энергетики. Далее энергетика будущего. Следующий слайд, пожалуйста. Сколько высокопроизводительных рабочих мест мы готовы предоставить энергетика будущего? Чтобы не быть голослованными, мы решили рассмотреть этот вопрос на конкретном примере. У энергетики будущего есть действующий проект Канатоход. Задача у нас какая? 25 миллионов рабочих мест к 2020 году. Взяв тенденцию с 2015 года до 2012 мы выявили, приведя сложные математические расчеты, что к 2020 году мы готовы предоставить 10 600 рабочих мест. Как это у нас получилось? Хочу пояснить. Общая протяженность воздушных линий в России 2,5 миллиона километров. Канатоход может осматривать до 1 километра в час либо 2,5 тысячи километров в год. Таким образом для осмотра электрических линий нужно тысячи штук канатоходов. Учитывая 20% на поломки, возможные замены и еще другие различные нюансы, нам нужно полторы тысячи комплексов. Объем мирового рынка рассчитывается следующим образом. Общая протяженность существующих и вновь сооружаемых воздушных линий в мире порядка 35 миллионов километров. Соответственно, исходя из следующих условий, нам необходимо 20 тысяч комплексов для обслуживания этих линий. Отсюда следует один канатоход, то есть один комплекс стоит 3,5 миллиарда рублей. Умножаем на 20 тысяч комплексов, которые нам необходимы. У нас получается 70 миллиардов рублей необходимых нам. Далее мы решили посчитать зарплату с каждого сотрудника. То есть мы берем 5 лет, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Так как люди на этих местах будут сидеть высокопроизводимые, то есть места-то высокопроизводимые, соответственно зарплата у них будет около 50 тысяч рублей. Берем зарплату, посчитаем сначала за год, то есть 12 месяцев умножаем на 50 тысяч рублей. Получается 660 тысяч рублей в месяц получает работник. 660 тысяч в год, прошу прощения. В год. Соответственно 30… Еще один нюанс. 70 миллиардов общей затраты на комплекс. Делим их пополам, так как 50% мы сразу же отметаем на зарплаты. остается 3,5 миллиарда. 3,5 миллиарда мы делим на 660 тысяч, получается 53 тысячи человека лет. Соответственно 53 тысячи делим на 5 лет, отсюда мы видим цифру тех рабочих мест, которые мы готовы предоставить 10,6 тысяч рабочих мест. Доклад окончен. Спасибо. Вопросы? Да, прошу общественные организации. Микрофон. Микрофон. Фомин Андрей, общественные организации. Хотелось бы сразу же задать вопрос. То есть вы озвучили цифру протяженности линий по стране, которые предполагается будет осматривать комнатоход, да? Это взята протяженность тех линий, которые он на данный момент может осматривать или протяженность тех, которые вообще есть по стране в целом? Вообще есть в целом. А вы как-то рассматриваете все-таки то, что линии, которые все остальные, их надо будет поменять под то, чтобы он привести в то состояние, когда он сможет их осматривать и сможет по ним работать? Как-то этот момент вообще учитывался? Это немножко не задача канадоходы, работников этих линий. Екатерина, можно микрофон туда? Я понял. Ладно, спасибо. Из группы есть ответ. Микрофон можно передать вот туда вот назад, Евгений? Надо у Евгения забрать. Точно, 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 точно. Екатерина, прошу. Канадоход может осматривать все существующие линии воздушных электропередач сейчас. 2500 это было в мире, не в стране. Да, прошу. Тогда получается, я правильно понимаю, что робот канадоход сможет осматривать ветхую линию передач двухпроводную, то есть идущую по опорам, которые представляют собой деревья по факту стоящие где-то в глухой деревне, то есть без каких-либо дополнительных. Если есть грозотрос, то да. Нет грозотроса. Нет линий без грозотроса. Есть просто два проводника фазой ноль идущие по дереву. Нет, но знаете, если мы будем так рассматривать, давайте тогда весь без хоз еще пересмотрим. Там такие линии страшные, они вообще не учтены нигде. Я поэтому и озвучил. Все линии берутся в расчет или те, которые он может осматривать? Те, про которые мы знаем. Вас такой ответ устроит? Он может осматривать абсолютно все линии, так как если там будут деревья, значит их нужно будет вырубить. Обрезать ветки. Я вот просто что-то не поняла, где будут ВПРМ сделаны в энергетике или нет, в производстве кантоходов? Непонятно. Поясните, пожалуйста. Нами будет создана организация, которая производящая кантоходы и консалтинг по этому, как это, услуги по проведению диагностики. То есть это как бы будет производство кантоходов? Да, прошу. Максим Смирнов. У меня немножко пояснение будет. Мы вроде бы наоборот стремимся к уходу от линий воздушных передач напряжением 110 кВт и выше, заменяя их на кабельные линии передач. Вот к 2020 году по крайней мере в таких крупных центрах, как Екатеринбург, Казань, больших городах, крупных, мы уйдем от этого. Что вы будете осматривать? Не совсем понятно. Совсем уйдете, да? Не совсем частично. То есть вот эти расчеты, которые были произведены, на мой взгляд, они не совсем как-то бьются. понятно. А вот вы как оцениваете, насколько к 2020 году изменится, если мы берем в целом по России, насколько изменится длина этих воздушных линей передач? 1%? 2%? Наверное, 3%? 3-2%? Понятно. Понял. Ладно, прошу вас. Микрофоны у нас что-то какая-то с ними. Видимо, кто-то их зажал. Юрий, Министерство развития энергетики. А можно уточнить, сколько стоит один канатаход? 3,5 миллиона рублей. Миллиона? На данный момент. Вы просто про миллиарды говорили. Это вам показалось. Прошу прощения, да. Один канатаход стоит 3,5 миллиарда рублей. Миллиарда? Миллионы, миллионы. Здесь шла речь, так как мы умножали на 20 тысяч комплексов. Соответственно, вот здесь сумма 70 миллиардов. Ну, цифры проверять, потому что подстанция 500 киловольт 3,5 миллиарда стоит. 3,5 миллиарда? Миллиона. Миллиона. Умножаем на 20 тысяч. 70 миллиардов. Все понятно. Ну, еще я бы вам посоветовал, наверное, оценивать не весь сетевой комплекс, а какие-то распределения, начиная с магистральных сетей. 110, по крайней мере. 110, 10, 20, потому что грузотроса на старых ветких просто. Мы учтем. Хорошо, спасибо. Да, прошу. У меня небольшой вопрос образования личности. А правильно я понимаю, что группа рассматривала в своем докладе конкретную задачу президента, которая давалась? Просто вот мы не увидели в вашей дорожной карте свое место, место личности. То есть это конкретный проект по созданию 25 миллионов рабочих мест, да? Можно на слайд назад, Евгений? Можно на слайд назад? Или может быть просто пропустили? А может быть, собственно, этой группы просто нету у нас на игре? Ну, эта группа есть на игре. Хорошо. Спасибо. Евгений не отдает микрофон. А вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что критерии высокой производительности вы ограничивали чисто производственной сферой? Да. Спасибо. Спасибо. Лиза, потом общественная организация. Добрый вечер. Наука развития, Лиза. Можно вас спросить, а если у вас один канонтоход стоит 3,5 миллиона, кто их сможет купить? Вот. Крупные организации. Какие? Крупные. Что? Крупные, большие организации. Но это все равно очень дорого. Это же должно быть не один канонтоход. Но в перспективе, да, в перспективе надеемся, что будет стоить дешевле. А можно дополнить немножко, вам бы экономику посчитать с точки зрения срока окупаемости, но точно предпочитать эксплуатационные издержки, связанные с тем, что обходчики обходят линии. Это все уже просчитано, да, канонтоход. Ну просто вот этих цифр нет, поэтому возникают такие вопросы. Да, лучше было бы, чтобы на слайде были цифры, потому что так не очень понятно. Очень много лишних вопросов из-за того, что непоняты цифры. Да, прошу. Михаил, общественная организация. У меня вопрос вот сразу же к первой связи, которую вы определили. То есть дом, да, я правильно понимаю, что с вопросом модернизации энергетики я вот сразу же как бы иду в министерство развития энергетики, тусуюсь около кабинета Сергея, да, не знаю сколько, а с этим же вопросом. Бабушку в НИИ уро-ран отправляю как бы в развитие технологий. Правильно? Ну вот это первое взаимодействие дома. Вы человек? Человек. Общество, семья, дом. Все все равно идет от вас. От меня. Бог? Сразу в НИИ-ран, да, как бы, с предложениями. Конечно, для того, чтобы вам что-то, у вас есть какой-то план, что-то задумали, значит вы, значит... Я обычный обыватель, который пользуюсь электричеством дома. Сразу у меня план... Вы идете к лидеру? Видимо, я так понял, вопрос в том, что схема, ну, не очень понятно, откуда она взялась. то есть это в докладе было сказано вскользь, что, дескать, что вот группа как-то ее вывела каким-то образом, а так как этого не было сказано, как это произошло, то, в общем, схема, видимо, не очень понятна. Я так понял. Вот первое, просто самая первая же взаимосвязь непонятная. Вот такое вот все. Спасибо. Так, Екатерина, да? Да, да, если можно. Дом выступает здесь к технологическому лидерству Министерства развития со спросом на конкретный продукт. То есть что-то вам чего-то не хватает, может это быть абстрактно, но потребность какая-то возникает. Дальше технологическое лидерство нам предоставляет идею, идею, технологию, будущий продукт, не знаю. Министерство развития энергетики нам помогает деньгами, популяризацией идей. Наука развития и отправляет запрос в науку и развитие в общественные организации. Общественные организации нам нужны для поддержки, для того же развития менталитета. Наука и развитие предоставляют нам какую-то инновацию, которая тут же она должна с помощью поддержки Министерства энергетики выпускается какой-то пилотный продукт. У нас, как обычно, примерка натоход. И дальше уже, тут немножко должна быть обратная связь, что выпущенный пилотный продукт, он идет в дом. И получается, общественные организации тоже должны помочь с этой популяризацией же снова. И чтобы мы могли, как энергетика будущего, на промышленную основу поставить выпускаемый продукт. Так понять не стал? Нет. Стало непонятно, ну то есть непонятно, откуда взялась схема. Я так понял. Откуда она взялась, непонятно. А, собственно, в группе там вроде бы обсуждалось что-то про план Гоэл-Ро. Гоэл-Ро мы разбирали как пример. Я бы еще хотел зачитать, собственно, из интернета. Стратегия опять свелась к натоходам. Это же был просто штучный пример, как я понял. Спасибо, да, прошу. Еще вопрос на понимание. А можете вернуться к слайду, где таблица изображена с населением или с кем? Непонятно. Я не понял, что это такое и к чему вы ее привязали. Вот. А что это такое? Что за схема? Что она поясняет? Это взято из указа президента. Откуда взять 25 миллионов? А, создание. То есть откуда взять работников? Объясняю. Объясняю. Я правильно понимаю, что вы хотите работников бюджета переманивать к себе на производство роботов? Мы не хотим. Это взято из указа президента. Просто мы делаем акцент на 9 миллионов. Новые молодые работники. Не, просто бюджетники 3 миллиона указаны. Ну и что? Ладно. Спасибо. Еще вопросы? Я понимаю, есть вопросы. Группа энергетика будущего зациклилась на своем кондоходе. Как я вижу, энергетику будущего это доступность, дешевизна, безопасность, экологичность. Так, вопрос в группе. Я так не успеваю. Так, вопрос в группе. Правильно я понимаю, что согласно докладу группы на ВПРМ должны работать молодые и высококвалифицированные специалисты? Да. Где взять молодых и квалифицированных сразу? Это уже не вопрос на понимание, это вопрос просто. И правильно ли я понимаю, что группа энергетика будущего несколько спутала свое самоопределение с группой технологии? Это, видимо, тоже скорее суждение. Есть ли еще вопросы? Нет вопросов. Я предлагаю обсуждать. Спасибо. Ну, вот у меня такое суждение. Значит, ответ на вопрос я получил, что критерии высокопроизводительности этих рабочих мест планируемых, они были ограничены чисто производственной сферой. Ну, и в силу этого, когда вот схема связи групп, группы гуманитарного блока и общественной организации, науковое развитие, конечно, были перечислены чисто голословно, поскольку запроса к ним, конечно, нет. И вот сильно у меня такое подозрение, что это сильно ограничит социальную значимость высокопроизводительных рабочих мест и вообще саму развертку не только этой программы, но и как бы смысла высокопроизводительных рабочих мест, поскольку как бы самореализация здесь ограничивается чисто производственной сферой. Жизнь к этому не сводится. Ну, вот такое мнение у меня. Да, хорошо. Еще суждения? Ну, вот, собственно, сегодня мы услышали, что из энергетики не будут массово увольнять людей, потому что высокопроизводительные рабочие места будут создаваться как бы в новом предприятии по производству коннотоходов. Ну, как бы для дома это здорово, потому что будут новые рабочие места, а старые тоже никуда не денутся. Ну, может быть, вот как-то непонятно крутизна вообще вот этого создания этих ВПРМ. То есть я так понял, собственно, ускользнула сложность их создания. Да, ускользнула сложность их создания. Что вроде все, собственно, все вроде бы просто. Да, хотя сегодня вот в группе дом, например, очень обсуждалась эта тема ВПРМ и как бы, то есть мы понимаем, что это проблема существует их создания и что вообще вопрос очень глубокий. Вот как-то здесь как будто бы нет этого. Да, понятно. Да, прошу. Фомина, Андрей. Хотелось бы сказать, что в целом приятно, конечно, говорить о каких-то реальных технологиях, которые сейчас у нас есть, которые развиваются, которые собираются применяться в ближайшем будущем. Но мое мнение, что группа смотрит недостаточно далеко все-таки именно в плане энергии будущего. То есть это не серьезный качественный скачок технологии и энергетики, а скорее какое-то небольшое развитие текущего, то есть наподобие какой-то реконструкции. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, к концу нашего форума мы таки услышим бизнес-план по внедрению канатахода в целом до конца. Спасибо. Еще суждение из интернета? Да, спасибо. Так, улетело куда-то. Тема дня. Дорожная карта в будущее. Для этой группы это прямо самый тот день. Дорожная карта подразумевает какие-то горизонты и промежуточные этапы. Сложно оценить доклад по теме дня. Возможно, помешал канатаход. Да. Еще суждение? Хорошо. Спасибо. Движемся дальше. Доклад группы «Технологическое лидерство». Докладчик Андрюхин Иван. Добрый вечер. Можно следующий? Я начну доклад с цитаты некой выборки Владимира Владимировича Путина. России нужна настоящая технологическая революция, серьезное технологическое обновление. Будем проводить активную политику импортозамещения. Особое внимание намерены уделить подготовке современных кадров. Нужны не только инженеры, но и лидеры больших коллективов, способные реализовать масштабные проекты. Что хотел нам сказать Владимир Владимирович этим? Первое. Политика импортозамещения, то есть безопасность энергетики страны. Второе. Кадры. Кадровые проблемы налицо. Инженеры, ученые. Третье. Это организация. Это лидеры, которые необходимы для реализации этих проектов. Можно следующий слайд? Мы попытались нарисовать некую картину, некую карту дорожную будущего. Возможно она где-то утопичная, где-то она наивная. В качестве точки отсчета мы взяли сегодняшний день, сейчас. И определили основные направления, которые были выбраны в ходе предыдущих всех докладов, предыдущих пленмов. Первый, наиболее наверное легкий с точки зрения реализации, это дом будущего. То есть внедрение технологий умного дома и расширение их. На сегодняшний день такие технологии есть, но их нужно, скажем так, локализовать для производства у нас в стране, потому что в России таких технологий практически не существует. Соответственно, с чего нужно начать? Нужно начать с исследования существующих технологий и анализа их эффективности, после чего можно будет приступить к созданию производств. Это микроэлектроника, не самая сложная, не передовая, потому что для данных целей это вполне возможно и вполне реальная цель. Необходима организация каких-то неокр, проектно-конструкторских бюро, которые будут заниматься этим. И что особо важно, на наш взгляд, подчеркиваем это, необходимо внедрение данных технологий на этапе строительства нового жилья в обязательном порядке. То есть это должно быть внесено в государственные стандарты. Таким образом, все новое жилье, которое будет производиться, оно будет уже автоматизированное, это будет уже умный дом. По плану это 2020 год. После этого, 2020 года, необходимо начинать перевод существующих зданий, существующего фонда на данную технологию. Мы назвали технологию дом будущего, а не умный дом, потому что помимо системы автоматизации, под которыми сейчас подразумевается этот умный дом, необходимо внедрение еще иных технологий, строительных технологий, энергосбережения. Потому что бесполезно экономить электроэнергию, экономить теплоэнергию, если у меня есть у тебя деревянные окна с щелями. Ну и постепенно необходимо пройти этот путь до конца и полностью весь фонд, жилой и нежилой, перевести на умный дом. Следующий проект – это термоядерная реакция. Ну это проект очень долгосрочный, он более такой базово-фундаментально академический, но тем не менее в настоящее время он уже начат и ведется строительство ИТЭР. Это тот термоядерный реактор для синтеза, который мы на прошлом дне показали всем. Он планируется, его планируют запустить в 2020 году. Вот. К 2040 году необходимо ввести первую термоядерную электростанцию. Естественно, стороной внедрения должна быть Россия. Далее общий блок – это водородная энергетика и альтернативные источники энергии. Необходимо в первую очередь сегодня на базе существующих уже наработок в правительстве создание некого комитета по альтернативной энергетике. Может быть это будет на базе Министерства развития энергетики, который будет заниматься этим направлением, плотно. Необходимо построить инфраструктуру по производству, хранению, транспортировке водорода. На сегодняшний день ее нет, но она необходима в будущем. Необходимо создание производства, естественно, оснащенного ВПРМ, по производству отечественного оборудования для нужд автономной энергетики. На сегодняшний день такого оборудования нет. Далее. С 2020 года необходимо запустить программу по массовому внедрению автономных источников электроэнергии в удаленных районах, где иные способы получения электроэнергии слишком дороги, неэффективны. И в дальнейшем необходимо повсеместно внедрять автономные источники электроэнергии, определять схемы распределенной энергетики, там, где они нужны, определять схемы централизованной энергетики в каких-то энергоемких участках страны и построить некую концепцию идеальной энергетики с технической точки зрения. Далее. Технологии беспроводной передачи данных. Также имеется на сегодняшний день эта технология. Сейчас ее эффективность составляет порядка 40%, то есть 60% это потери. Естественно, это неприемлемо, поэтому необходимо создать институт, который будет заниматься данным направлением. На протяжении определенного времени данный институт будет вести работу по повышению эффективности беспроводной передачи энергии и к 2025 году необходимо начинать ее внедрение. До 2040 года нужно перевести на беспроводные сети 20% всех сетей. Следующий наиболее важный аспект – это импортонезависимость. на сегодняшний день 45% импортного оборудования в энергетике. Это слишком большая цифра, это слишком большая опасность для страны. Поэтому необходимо создавать новые и модернизировать существующие производства по производству турбин, по производству генераторов, по производству трансформаторов и массово внедрять их в действующую энергетику. К 2025 году необходимо снизить уровень до 40% и к 2030 до 20%. К 2040 году нужен полный переход на отечественное оборудование, причем технически это возможно, поскольку естественный износ оборудования позволяет его менять сразу на отечественное. Здесь видно распределение по цветам. Желтые цвета – это организационные мероприятия, которые необходимы для развития науки. Без науки внедрение технологий невозможно. Зеленый цвет – это производство. Производство высокотехнологичное, безопасное и так далее. Синим цветом мы видим результаты. На всех этапах данной карты внедряются высокопроизводительные рабочие места. К сожалению, ввиду обширности этого материала, подсчитать их количество не представляется возможным, но однозначно при подобных масштабах это огромное количество, это колоссальный простор для введения данных мест. Спасибо. Все у меня. Максим Смирнов. У меня пару вопросов, наверное, будет. Один, наверное, уточняющий. Не знаю, можно отвечать, может, нет. Что такое идеальная энергетика? И второй вопрос у меня. Правильно ли я понимаю, что при строительстве вот этой дорожной карты экономическая составляющая у вас не учитывалась? На второй вопрос ответ – да, не учитывалась. На первый вопрос, ответ – идеальная энергетика. Мы вчера уже озвучивали. Это безопасная, надежная, качественная, экологичная, высокоэффективная. Спасибо. Да, еще вопросы? Вопросов больше нет. Из интернета есть вопрос. Так, какой? Там вопросы или суждения? Так. Отзвуть, пожалуйста. Очень глобально, конечно, и заманчиво, но правильно ли я понимаю, что группа не учла при разработке дорожной карты, а конкретно при 40% внедрения альтернативных источников энергии, что существующую традиционную энергетику придется законсервировать, а это весьма и весьма затратно. Все новое – это хорошо забытое старое. Ну, не совсем законсервировать. Наверное, все-таки это плавный переход. То есть здесь достаточно длительный срок указан, и у энергетического оборудования есть определенный срок работы, и по мере его износа можно заменять. Я думаю, что это можно сделать достаточно безболезненно. Так. Есть ли еще вопросы? Ну, давайте. Вот правильно я понимаю, что судя по первой строчке, решение уже о том, что мы все это начинаем делать, и заказ на это есть. Сейчас. Я с этого начал, что это условно. Начинаем сегодня. Ну, то есть я правильно понял, что вот эта схема, она фундирована вашими личными какими-то мыслями, вашими личными, не знаю, там, желаниями, хотениями. Я правильно понял? Да. Понятно. Есть еще вопросы? Видимо, нет. Предлагаю перейти к обсуждению. Есть ли обсуждения, коллеги? Да, прошу. Ну, вот, конечно, условность этих все прекрасна, что мы считаем вдруг, что заказ этот появился. Мне кажется, вот самый главный вопрос, как он может появиться, этот заказ, каким образом это все случится. И как мы в 2014 году уже осталось, месяц всего. Месяц остался, да. Ну, все надо сделать. Самые глобальные вещи нужно сделать за месяц. Да. Да, ну, еще суждения? Да, Сергей, прошу. Заказ будет формировать министерство в развитии энергетики. Только поэтому чуть-чуть, я так понимаю, на полгода нам надо будет сместить сейчас, за которым мы его организуем. И мы как бы в своей схеме-то и показывали. То есть заказ на группу технологическое лидерство, как бы в этом это и заключался на самом деле. Да, в развитии, то есть уже более конкретные просто мероприятия прописаны. То есть я тут думаю, что тут наша позиция с группой технологического лидерства, она совпадает, судя по нашей схеме. Я правильно понимаю, что группа министерства развития, собственно, готова это заказать, что, дескать, вас интересует именно это. Вам именно это нужно для того, чтобы создать министерство развития энергетики, что вы это можете, условно, взять, вложить в вашу заявку или обращение, дескать, к губернатору Свердловской области, например, и это именно то, что вам нужно. Я правильно понял? Нет, нам нужно намного шире будет. Поэтому я сейчас не готов сказать конкретно про это, но сам принцип, а мы сегодня говорили пока о принципе, потому что ведь могло быть по-другому. То есть заказ будет министерство развития энергетики, группе технологическое лидерство. Еще раз, я правильно понял, что сам принцип формирования вот этой таблицы на основе личных предпочтений группы технологическое лидерство, это именно то, что вы заказываете? Мы считаем, что не личные предпочтения группы технологического лидерства, это намного шире. Что как группа технологического лидерства? Мы про это говорили. То есть это взаимосвязь не окра науки развития, которая говорит о том, что нам нужно развивать, а не то, что условно, 4 человека придумало. Поэтому, соответственно, группа технологического лидерства совершенно точно, что заказывает министерство развития энергетики именно тех инноваций, на которые опираясь мы, на общественность, на неокры и прочее, нужны нам и на науку развития в том числе, которые нам нужны для достижения. Это я в целом говорю. Я понял. А конкретные мероприятия будут позже. Хорошо. Есть ли еще суждения? Я хотел бы сказать, у нас с вами осталось два дня и в конце игры мы с вами должны выйти на личные самоопределения. И, например, сам личный, как там у нас значится? Изначально у нас в программе была личная ВПРМ, а сейчас у нас как-то мы смягчили. Что? А. Мое место. Да. Мое место в развитии энергетики. И вот начиная с сегодняшнего дня, уже очень сложно, когда в докладе не видно самоопределение группы, что группа собирается делать на игре. И, дескать, и к тому, чтобы можно было выйти на личное самоопределение. То есть что конкретно каждый представитель группы будет из этого делать? То есть это чья дорожная карта? Она к кому относится? То есть вот про там синтез и так далее. То есть я правильно понимаю, что участники группы это собираются делать? Ну, условно говоря, взять, например, тему дипломной работы своей по какой-нибудь из этих тем, считая, что это самое важное, что именно это нужно делать, например. Вот если это так, то тогда, в общем, есть что обсуждать. А если это, ну, дескать, из научных журналов мы взяли, что вот, слушайте, эти самые, вот, дескать, надо делать, то тогда, конечно, ну, ценность этого документа, она становится не очень понятной. Спасибо. Из интернета. Плохо отсюда видно. Да, хорошо. Вот Евгений говорит, очень глобально, конечно, и заманчиво. А, так это мы уже читали. Дмитрий Мальцев. Вот из опыта развития ядерной энергетики. Мы только после нескольких крупных аварий пришли к пониманию, какой должна быть АЭС в плане безопасности. Оля. Есть конкретные запросы от крупных компаний. У АО Росети, например, ими сформулированы конкретные требования, в том числе и желаемые технологическим прорывом. Это может помочь группе самоопределиться и сделать что-то полезное. Спасибо. Спасибо, Оля. Есть ли, я так понимаю, у Алексея Евгеньевича есть комментарии? К двум группам сразу, я так понимаю. Да, коллеги, меня слышно сейчас, да? Да, вас слышно. Так уж получилось, что когда заканчивала выступление грядущая группа, он мне позвонил министра, я выключил звук, поэтому и я не слышал, обращались ли ко мне. А потом, уже когда с ним проговорил, положил трубку, вижу, что уже идет доклад другой группы. Я даже не понял сразу, чей. Я думал, что это группа «Дом», потому что «Дом будущего» прозвучал. Теперь я сообразил. И вот, может быть, хорошо, что я сейчас попробую отнестись сразу к двум группам на самом деле. Я бы хотел выступить в поддержку группы «Энергетика будущего». Я написал тут пост такой, я его сейчас зачитаю. Я бы предложил только группе поправить тезис. Я там почитал так. ВПРМ как элемент дорожной карты развития. Так было, по-моему, написано. Мне кажется, понятнее было бы и лучше. Я бы поэтому предложил не споря, а просто улучшая, на мой взгляд, заход. Вот, мысли, вот в чем должна быть, на мой взгляд, наша дорожная карта энергетики будущего на примере внедрения канатохода. И дальше ваш доклад. Тогда вот эти наезды, они были бы, наверное, критика же была, зациклились на канатоходе. Наоборот, это правильно сделали, это очень сильный ход группы. Они говорят, вот мы на примере внедрение канатохода, покажем, как можно кусочек этого будущего построить, энергетики будущего. Это вот первый момент, который я бы хотел очень, как очень важно. И группа в этом отношении шла от себя, от того, что они имеют. И говорят, вот это можно сделать реальностью. Сегодня это пока игрушка, это пока экспонат, это пока модель, которая показывают, которую интересно говорят, сократно-языкально, но пока еще нет такой практики. Второй момент, который я хотел бы оттенить, он уже такой, с сомнением. Мы продаем канатоходы или канатоходную диагностику. Вот написал КХ или КХД, воздушных линий электропередач. То есть споры по поводу того, где вы будете диагностировать, все будет кабельным, это на самом деле споры были не принципиального характера. Зацепляетесь, ребята, не по существу, а к бантикам, которые вам кажутся уязвимыми. Ну, есть уязвимые места, но это же периферия. Вы, пожалуйста, свои вопросы, не тратьте время на вопросы по пустякам. Это же все войдет в историю, потом ваши внуки будут смотреть эту запись и говорить, ну какой дед глупые вопросы задавал. Чему этот вопрос? По существу, давайте говорить. По существу здесь мы сейчас прорываемся в будущее, мы думаем, как туда попасть, как построить эту дорожную карту, программу перехода в будущее и состояние энергетики. И мне кажется, при том, что группа правильно начала, здесь есть какая-то, или мне показалось, но показалось мне, что здесь некоторая путаница в задаче, например, в экономике. Вот мы что продаем? Например, для всего мира, мировой рынок, это правильная категория, надо мыслить сегодня мировым рынком, потому что если вы свою там зажигалку, коробку спичек не можете продать и мировом рынке, говорят, кто-то, кто-то, не помню, сказал, то вы и своей деревне ее не продадите. Сегодня мир глобализован, поэтому надо мыслить масштабами именно выхода на мировой рынок, и именно там предъявления и спросу там своего предложения. Так вот, если мы выходим в Канаду, например, да, там есть воздушные передачи, сходный климат, они там вполне могут работать, то мы там продаем туда канатоходы, или мы продаем услугу по диагностике, суперсовременной диагностике эффективной. Если так, если мы продаем диагностику, то тогда сколько будет зарабатывать канатоход, и сколько он будет экономить? Мы же должны вытеснить другие технологии. Здесь понятно, заход, что мы вытесняем низкопроводительную и низкоэффективную технологию осмотра линии электропередач, высокотехнологии, мы меняем буквально там людей, мы все там меняем. Мне кажется, здесь надо разобраться, когда из стоимости канатоходов вычитали зарплату, это мне кажется, как кисло-эспрессо. И здесь стоимость канатоходов, есть стоимость услуг по диагностике затрат, в которой есть там зарплата, это разные вещи. Мне кажется, это сыровато немножко, а вообще-то на самом деле надо делать бизнес-план. Бизнес-план и будет той для рождества, которая покажет, вот это мы реально продадим канадцам, американцам, бразильцам, кому угодно. Вот тут эту поправку, на мой взгляд, надо доработать. Тут, пожалуй, здесь все, но по поводу энергетики будущего, как раз, вернее, технологии лидерства, тут как раз у меня впечатление некоторой растерянности группы. То есть она пошла фантазировать, ну здесь я согласен просто с Александром, который, собственно, по сути, это все сказал. Если бы взяли одну технологию, например, мне очень нравится технология просто подземной АЭС, вот они уже сегодня разработаны и могут быть, реально даже существуют. Как сделать так, чтобы у нас на территории Свердловской области появилась подземная АЭС? Возможно, это не ваша тема, не тема вашего дипломного практика, чего-то еще. Возможно, вам нравится что-то другое, например, деметиловый эфир, который мы создали на прошлой игре. Реальный продукт можно сегодня делать, но как сделать его реальность? Как делать реальность вот ту самую технологию, которая во всем мире дальше будет продаваться? Подземная АЭС, на мой взгляд, могут покупать во всем мире. Во всяком случае, мы с Сергеем Евгеньевичем Щеклейным вдвоем ездили в Совет Федерации, и там на секции научно-технической делали такое сообщение о том, что вот такие электронстанции Россия может делать и продавать всему миру. Их там в Совет Федерации, их это заинтересовало. Да, на самом деле, можно это делать, но как это сделать, пока никто не знает. Не те, кто готовы их производить, не те, кто их обосновывает, не те, кто их защищает, не те, кто даже их, в принципе, мог бы заказать. Нету вот этой дорожной карты. Вот чего нет. Если была дорожная карта, дальше бы все, на мой взгляд, заработал. Вот я предлагаю сейчас группе перестроиться, понять, на чем они могли бы реально показать, показать вот этот вот путь реализации новой технологии, перспективной технологии, которая могла бы как раз Россию выводить в лидеры. Но одновременно она была бы понятна. И вот еще раз, здесь, кому ты сказал, Александр, тому, что вы могли бы делать сами или хотя бы участвовать в реализации этой дорожной. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Я, так понимаю, больше суждений нет. Предлагаю переходить дальше. Группа наукоразвития. Следующая группа – общественная организация. Собственно, вы сейчас, конечно, наукоразвития. Добрый вечер. Лугинин Антон, наукоразвития. Ладно, начнем с предисловия. Сегодня у нас как таковой цели, можно сказать, нашей группы не было. Подождите, наукоразвития. Подождите, коллеги. Наукоразвития. Это я сказал, что следующая группа, чтобы она готовилась в каком-то смысле. Конкретной цели у нас не было на сегодня, потому что было очень трудно сформировать вызов. Вы в этом убедились на утреннем пленуме. И мы задались вопросом ВПРМ, как элемент дорожной карты развития. Это действительно такая проблема, которая, мне кажется, если ее разрешить, она приведет к немалому развитию. Следующий слайд, пожалуйста. Мы определили для себя, что ВПРМ – это такое рабочее место, в рамках которого при решении конкретных задач происходит освобождение мышления и восполнение сознания, причем таким образом, что совершенствуется техническая и технологическая организационная оболочка этого места. Сейчас я вам постараюсь это перевести. Значит, высокопроизводительное рабочее место – это то место, куда человек приходит и не просто ему там комфортно работается, и он сидит целый день и по клавишам бьет или что-то делает. Он действительно горит желанием работать. Он действительно это делает. Его КПД работы высокая, он работает, он счастлив, условия хорошие, он работает, все отлично. И вот там идеальная составляющая и технологическая, и техническая. И это приводит к хорошим результатам, как мы считаем. Поэтому дорожная карта к созданию таких ВПРМ – это и есть единица развития. Можно на два слайда вперед? С треугольником, который, да-да-да. Вот, единица развития. Собственно, вызов – это создание таких мест. Их 25 миллионов, насколько я помню. То есть перед нами будут стоять определенные задачи, в ходе которых появляются проблемы. Решая вот эти проблемы, мы решаем задачи. И этот круг, получается, будет бесконечным, потому что постоянно приходят новые люди, и развитие оно бесконечно. И, собственно, вот движение по этому треугольнику вверх-вниз – это и есть, собственно, единица развития. Это и есть наши движения. Можно на один слайд назад? Нет, на один вперед. Вот этот. Для создания ВПРМ нам необходима постадийность и поступенность. То есть некая программа. Для создания такой программы необходимо брать за основу уже существующую ВПРМ. Что это значит? Нельзя отвести какое-то время созданию 25 миллионов рабочих мест, а потом запустить туда народ. То есть так не получится. То есть мы берем уже готовые какие-то наработки, дорабатываем их, сажаем туда людей, которые уже горят желанием работать, и, собственно, мы получаем результат развития. Можно следующий слайд? Также мы задались таким вопросом, который мы подняли на позапрошлом мероприятии, на пленуме, насчет самоопределения. Мы говорили, что часть, одна из частей проблем российского общества и человека – это как раз отсутствие самоопределения, то, что он распыляется и не знает, собственно, чего он хочет. В рамках сегодняшнего дня мы задались этим вопросом, как самоопределение влияет на развитие и что нужно для этого делать. Перед вами, собственно говоря, такие некие критерии. То есть нам нужно осознать необходимость развития, найти свое место и принять ответственность за результаты своей деятельности. Для чего нам вообще нужно самоопределение? Допустим, есть работник-инженер, который не хочет быть инженером. Он хочет танцевать. И вот толку от такого сотрудника, мне кажется, не будет. Пусть лучше он идет и танцует, где у него это хорошо получается. А нам нужны инженеры, которые самоопределились. Собственно, мы собираемся выявлять критерии, как подтолкнуть людей вот к этому самоопределению. Потому что я вот не знаю, чего я хочу. Я пробую себя во многих вещах. Я и танцевал, я и пел. Я вот приехал сейчас на этот форум, на эту игру, чтобы самоопределиться. И вообще мы считаем, что как раз вот такие места, как вот этот форум, это очень хорошая площадка для самоопределения. Поэтому вот одна из таких вот наработок к самоопределению в будущем, возможно, и будут такие вот регулярные форумы и игры. Это одна из наших таких наработок. Ну и, собственно, на этом все. Спасибо. Вопросы, товарищи? На понимание. Я сидел и доклад, да. Микрофон. 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 Кто зажал микрофон? Спасибо. В личности. То есть правильно ли я понимаю, что вот в этом, как сказать, в тройном списке вот шагов по самоопределению как бы самым рисковым является именно третий, то есть принятие ответственности за результаты? Ну это, скорее всего, в том плане, что человек, который делает то, что он знает, как это делать, он любит это делать, он, в принципе, автоматически, можно сказать, несет за свою работу ответственность. Потому что, когда человек делает то, что он не хочет делать, он, в принципе, ответственность не собирается на себя брать. Это его заставляют. А когда он понимает свои ошибки, он хочет их исправить. Это и есть, я думаю, ответственность. То есть как бы при осознании необходимости и как бы при определении своего места, как бы, в общем-то, вот ответственность, она достаточно просто возьмется. Да. Более того, эта ответственность, она настоящая. Фомин Андрей, можно слайдик с треугольником? Такой вопрос. Я правильно понимаю, что у нас есть вызов, задачи, дальше решаются проблемы и снова идет какой-то вызов? То есть вы сказали, что это идет тут какой-то цикл. На схеме я что-то цикл как-то не вижу. Правильно я понял, да? Ну. Давайте тогда потом подойду мы отдельно обсудим. Как это? Нет, подождите. Лиза, прошу. Это не цикл, это спираль. Ты решаешь какой-то вызов, у тебя по-любому по жизни появляется сколько-то нового, потому что развитие, оно не один путь, это постоянная какая-то бесконечная линия. Вызовы постоянно у тебя, каждый день возникают какие-то новые. Я понял, спасибо. Еще вопросы. У меня вопрос. Я правильно понял, что у вашей группы, что вы работаете на какого-то заказчика? Да. А на какого? Ну, заказчики разные бывают. Например, на этой игре это Министерство развития энергетики. Ага, то есть я правильно понял, что вот это вот то, что вам заказывало Министерство развития энергетики? Конкретно что именно? Ну, вот ваш доклад. Не совсем. Мы пока еще в процессе формирования вызова. Но вот как раз вот про 25 миллионов, это как один из, но это еще не самый главный не сформированный вызов. Хорошо. Есть еще вопросы? Все ли понятно, о чем был доклад? Может быть из интернета? Так, самоопределение на развитие. Так, я вот не вижу немножко Денис Шкуром. Самопределение на развитие с этими тезисами группы согласен. Я бы добавил еще то, что ввести методику выявления, своим ли делом человек занимается, как докладчик сказал, занимаясь не своим любимым делом, качество работы страдает, видимо, да. Так, Оля, справочно так вот. Оля, так, 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 справочно. Сегодня была в службе перспективного развития известной энергетической компании. Они там чай пьют. Вопрос в группе. Можно ли как-то на них ваш красивый треугольник нарядить? Интересно. Так, есть еще комментарии? Женя у нас в Лайдените. Так, группа наука. То есть хорошее рабочее место там, такое рабочее место, где человек все свое время тратит на непосредственно творческую работу головой и минимизируются какие-то побочные и вторичные обязанности. Так, что-то я так, подождите, подождите. Что-то как-то, подождите. Выше. Я так не могу. Так, подождите. В общем, обязанности. Камиль говорит, что Тагил в этом плане замечателен. Ты занят только мозговой работой с утра до вечера, не надо готовить. Я бы еще указал на тему бюрократизации. Например, чтобы что-то изобрести, зарегистрировать свою идею или открыть предприятие, нужно пройти ужасное количество бюрократических инстанций. Поэтому трудно. Россия и бюрократия, это вечно. Так, понятно. Форум по широкоплощадке, благодатчик придет направо. Так, я так понял, что вопросов из интернета нет. И в зале тоже вопросов нет. Ну тогда обсуждаем. Вот так. Спасибо. Михаил. Слопаем. Да, Михаил. Михаил, я считаю, что группа делает все правильно. Я считаю, что вот как раз эта группа свое самоопределение в рамках игры сформировала. И в отличие от группы технологическое лидерство, вот в рамках игры, в рамках системы действует правильно. В отличие от технологического лидерства, которое не в игре. Спасибо. Спасибо. Да, прошу, Казахстан Ильич. Ну-ка, извините. А вот можно слайд, где там программа? Ага. Вот хотелось бы, чтобы, конечно, группа вот раскрыла это через подробно. Потому что ВПРМ пока то определение, которое приведено, оно довольно читается маловразумительно и совершенно не раскрыто. То есть его обязательно нужно раскрыть и сделать понимаемым. То есть и вот вывод такой, что для создания ВПРМ необходимо поставить видность и поступенность. То есть программа, само вот это суждение, значит, само вот это утверждение надо пояснить и обосновать. И пояснить и обосновать то, что оно обосновывает. То есть необходимость вот этой постадинности и поступенности выявить. Потому что это момент ключевой. Тогда, значит, выявятся какие-то ступени стартовые, может быть, с чего начинать. А так пока само понимание содержания ВПРМ, оно висит в воздухе. Поэтому к нему совсем нет никаких отношений. Ни вопросов, я думаю, и суждений на эту тему не будет. И что значит, что для создания такой программы необходимо брать за основу уже существующую ВПРМ? Тут тоже нужно пояснить. То есть подозревается, что, видимо, как вирус будет внедрена новая этиология ВПРМ, существующая, очень узкая, чисто производственная, технологическое понимание ВПРМ, я считаю, что если не вносить более широких смыслов, то никаких ВПРМ на самом деле не будет, потому что они не будут решать задачи развития. То есть группа на себя взяла такие обязательства, которые теперь она должна выполнить. Тем более, что это здесь совершенно не просматривается. Спасибо. Да? Еще суждения? Спасибо. Спасибо. Надежда Шимова. Мне кажется, что данное определение ВПРМ, которое связывается не только с высокой производительностью как бы вот такого материального что ли труда, а именно со своим самоопределением и с тем, что человек на этом рабочем месте занимается как бы, ну да, вот, освобождение мышления и восполнение сознания. Мне кажется, это здорово. То есть до этого мы как-то ВПРМ понимали, как просто, ну что вот, например, на компьютере там человек работает, вот. То есть если еще и такие ВПРМ будут появляться, хорошо. Да, ну я хотел бы тоже прокомментировать. Ну вот мне кажется, что, конечно, группа сделает сильный ход и, в общем, для игры. Мы вот уже два дня так или иначе обсуждаем вот эту тему ВПРМ. ВПРМ и пока что это был только значок, значок, за который ничего нет. Пусто, в общем. И вот группа, вот в нашей группе энергетика будущего тоже мы старались в эту сторону пройти, но, в общем, как вы видите, так. Вот. А здесь вот это, мне кажется, первая версия такого наброска для того, что можно обсуждать. И, ну вот, лично мне, конечно, симпатично, что вот это освобождение мышления. Освобождение мышления. Мне кажется, что вот мы тут можем как бы схватить какую-то вот эту вот сущностную вещь в этом самом ВПРМ. Потому что, действительно, мы в группе обсуждали тоже, как дать определение ВПРМ или сформировать его понятие. В общем, и выясняется непросто. То есть то, что сегодня даны в нормативных документах, дескать, через какие-то заработные платы, через, в общем, объемы отгруженной продукции и так далее. Это все, в общем, все это как-то так кажется очень таким, весьма условным. А вот тут, мне кажется, что-то есть. Что-то есть. Это мне вот, дескать, это мне показалось важным. Да, ну вот если дальше пролистать на два слайда дальше, Евгений, вот на два слайда там, где про самоопределение. Вот мне кажется, конечно, все группы, мне кажется, должны в эту сторону развернуться. Потому что дальше без самоопределения, причем, если до этого мы говорили про групповое самоопределение, то сейчас речь идет о личностном самоопределении каждого. Что он, в общем, на форуме делает. И завтрашний день в этом смысле, он такой, это, как бы, дополнительное, в общем, дополнительный день, когда мы уже переходим к личному самоопределению. И вот в этом смысле я с группой солидарен, что уже давно пора начать поиск своего места. Своего места. В частности, свое место в науке развития. Вот для этой группы, конкретно, мне кажется, что было бы правильно начать двигаться к тому, чтобы, ну, как сказать, вот есть ощущение, что группа, ну, иногда, как бы, имеет возможность, ну, улететь. Мне кажется, очень важно, что группа сегодня взяла вот эту вот земную тему, ВПРМ такую, значит, нашу. И в этом смысле, мне кажется, важно найти своего, ну, как бы, заказчика. Причем здесь, на игре. И, дескать, если вот эта схема сработает, тогда вот эта вот, ну, как бы, методология может, наконец, войти в нашу жизнь. А так она пока, видите, в общем, сложно с ней. В этом смысле, вот если бы вы, например, смогли сработать реально, например, на Министерство развития энергетики и, в общем, дать им то, что им нужно. Причем, что они могут еще не знать, что им нужно. Вот если вы сможете это сформулировать и понять, что им нужно именно вот это, и, дескать, еще ко всему прочему, как вот у вас было на схеме вчера, донести это до заказчика, мне кажется, это был бы, конечно, шаг. Да, ну вот у меня такой комментарий. Я надеюсь, что есть комментарии из интернета. Давайте посмотрим. Так, я так понял, это... Ильский Евгеньевич, он может отзвучить это сам? Да, мы вас слышим. Итак, вот с этой группой я сразу сказал, что будет сложно. А передо мной висит этот трехсветный трехсветный. Я думал, так и не понимаю, честно говоря. Я должен признаться в этом. Ну, давай. И, может быть, кто-то слушал доклад. У меня есть некоторые умения по докладам. Я их вот кто-то публиковал. А такие вопросы стали быть в укроразвитии. Звук какой-то немножко рваный. Если можно, еще раз. Не слышно. По скайпу? Или так? А, в шагу. Итак, должна ли быть в будущем наука развития? Алло. Да, мы вас хорошо слышим. Второе недоумение. Есть ли сегодня наука развития? Третье. Как добиться, чтобы наука развития стала реальностью? И четвертое. Работала ли над этим группа? Да. Да, конечно. Я не понял. Я просто этого не понял. Работала ли группа над тем, чтобы наука развития стала реальностью, если это ценность. Ну и по поводу самоопределения. У меня такое впечатление, что группа создала теорию самоопределения, а не самоопределилась. Это, конечно, хороший ход. Мне понравилось там про ответственность и так далее. Но мне кажется, что теория самоопределения – это не есть факт самоопределения. А факт самоопределения я его не заметил. Я могу ответить на четыре первых вопроса. Над другими могу подумать. Нужно сейчас отвечать Алексею Евгеньевичу или нет? По поводу, должна ли быть в будущем наука развития. Мы ощущаем, что она должна быть. И сегодня это, ясное дело, обсуждалось. И обсуждалось не только в нашей группе, но и с другими группами. К нам сегодня приходило Министерство развития энергетики и пыталось понять, что мы из себя должны представлять в будущем. и какая функция в нас заключается. Если сегодня развитие энергетики, мы вчера отвечали на этот вопрос и его фиксировали. Сейчас ее нет, и мы хотим участвовать в создании этой науки. Как добиться, чтобы наука развития стала реальностью? Мы сейчас над этим работаем. Как работали вы? Вот да, мы над этим работали. Над всеми этими вопросами, на самом деле, мы работаем в течение всего дня и не первого дня. И как ее сделать, эту науку? И как добиться каких-то результатов? Это постоянно пытаются обговаривать. Спасибо. Вот я как раз хотел бы сказать, что у меня вопрос, должна ли быть наука, в будущем наука развития, до сих пор остается, потому что меня не убедили, что она должна быть. Хорошо, отвечаю. Я не убедился. Поняла. Могу ответить на этот вопрос тогда, к чему мы сегодня пришли. Я хочу просто... Почему я задал этот вопрос? Потому что до сих пор меня вы не убедили, что такая нужна. Вот такая наука. Может быть, я не один. Может, еще пара человек в зале, которые тоже еще, до которых не дошло, что всем остальным вы уже доказали. Что наука такая совершенно необходима. Без нее вот ни жить, ни быть, и развития никакого не будет без этой науки. Вот это хотелось бы мне понять. Мне жалко, как это досадно быть отстающим, недогоняющим, непонимающим. Очень хотелось бы понять, зачем нужна такая наука. Что она даст? Почему она необходима? Вопрос для меня непростой. Я просто признаюсь честно, в своем непонимании, зачем она нужна. Что она даст? Что это такое? Это треугольник, я говорю, который передо мной висит. Женя не переснул, слава богу. Он меня как раз и раздражает, видимо. Не бесит. Проблемы, задачи, вызовы, что-то перевернутая пирамида. А я ее не понимаю. Хотя что-то там объясняли, но в голове моей не удержалось. Что это? Зачем я должен на это смотреть каждый день? Вот не понимаю. И работала ли над этим группа? Вы говорите, да, мы сейчас как раз над этим работаем. Но в докладе-то было про это или про другое? Про то, что вы работали, над чем вы работали. И вы говорите, вот как добиться, чтобы стало реальностью. Вы знаете, как добиться, да? Я просто не услышал, что вы знаете, как добиться. Пока не знаем. Мне казалось, что это другое. Вы создали теорию самоопределения. Мне так показалось. Извините, но вот полное непонимание у меня тогда вас. Возможно, вы делали все правильно, но не получилось мне вас понять, к сожалению. И я боюсь, что я не одинок. Вот в чем еще. Ясно. Тогда мы завтра проработаем еще над этими вопросами вашими. А по-первыхому, нужны ли мы этому миру в будущем? Отвечу так. Вот есть какие-то психологи. Люди к ним приходят со своими проблемами. Они говорят, вот у меня накопилось. Я бы хотел жить в какой-то другой жизни. И мне сейчас вообще, я в чем-то погряз. Но я не понимаю, чего именно я хочу. А тем более не понимаю, как к этому прийти. У каждой группы есть какие-то запросы. Есть какие-то хотелки. И есть какие-то печальки. И если мы со всеми группами будем как-то это прорабатывать, может быть, мы поможем им развить какую-то свою траекторию развития. Вот к чему мы хотим прийти. Теперь уже теплее. То есть если я приду, или кто-нибудь из групп придет к вам с вопросом, вы дадите ему совет, куда ему идти. Так? Мы поможем его привести к какому-то ответу, чтобы он сам ответил. Как-то систематизировать его мозги немножко, конструировать его мысли. Не просто он будет выдавать какие-то свои печалки и хотелки. Да, сегодня, между прочим, это уже было. Спасибо. Повтори еще раз последнюю фразу, не услышали? Я говорю, что это уже разговор по делу. Когда группа говорит, мы готовы сказать вам, что делать с вашим развитием, например, или по поводу развития. Если кто-то к ней обратится, то они получат ответ. Это серьезный деловой разговор на организационной деятельственной игре. То есть группа готова делать это. Вот это уже важно. Группа готова делать это. Не только готова. Она уже и делает. Сегодня у нас-то и группы были. Все побывали, да, и все получили ответ. Ну тогда хорошо, тогда совсем все хорошо. Спасибо еще раз. Спасибо. Движемся дальше. Следующая группа – общественные организации. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Рузель. И мы представляем нашу программу развития, то есть программу формирования энергетической общественной организации о том, о чем говорили мы вчера. Следующий слайд, пожалуйста. Это наша дорожная карта в будущее. То есть она начинается от начальной стадии до воплощения. Если есть какая-то проблема, допустим, мы ее делаем в сбор, обработку, сложившиеся проблемы. Выполняем поиски, формулировки задач. Далее формируем саму идею, поиски единомышленников и создание общественной организации. Следующий слайд, пожалуйста. Цель такой организации – это создание условий, способных повлиять на развитие энергетики и страны в целом. Задача организации – это формирование сознания людей, образа новой энергетики России, повышение энергетической грамотности общества, организация диалога между обществом и действующей властью. Следующий слайд, пожалуйста. Состав организации – это студенты вузов энергетических специальностей, молодые специалисты энергетики, общественные деятели, представители предприятий топливно-энергетических компаний, методы привлечения и воздействия, организация лекций и семинаров в вузах, пропаганда идеи организации в СМИ и интернете, организация форумов и съездов с приглашением представителей предприятий топливно-энергетических компаний. Следующий слайд пожалуйста Ну это собственно структура организации Здесь как вы видите есть муниципальный уровень Есть региональный уровень Вот смотрите Это муниципальный уровень Здесь значит на каждом От муниципального уровня допустим Есть региональный уровень Есть федеральный уровень Все они федеральные представители Представители федерального уровня Входит в состав совета Руководством совета То есть руководство совета Обеспечивает председатель И заместители председателя Организации по направлению Здесь представлены все Все федеральные округа То есть все муниципальные образования В принципе России Это Уральский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ и вновь новый федеральный округ, это Крымский федеральный округ. Ну и собственно Хочу рассказать Что такое вообще аппарат Как действует ячейка власти Конкретно структура То есть представьте Есть какой-либо глава администрации У главы есть подчиненные Например, в министерстве развития энергетики Давайте возьмем, чтобы было более понятнее Есть министр развития энергетики Есть его подчиненные У подчиненных есть определенные коммуникации Для того, чтобы иметь связь с другими Подведомственными, ведомственными Предприятиями, организациями Общественными организациями, возможно Есть также у них Люди, да То есть И инициатива То есть их документы С помощью которых Они работают То есть это должностные инструкции Так вот теперь представим, что Изюминка именно общественной организации Немного в другом Следующий слайд, пожалуйста Мы назвали эту схему Матрица полной функции управления То есть смотрите, в общественной организации Что есть? Инициатива Инициатива исходит от человека С его убеждениями Целями, задачами Которые он ставит перед собой Либо перед самим собой Либо для страны в целом То есть это зарождение идеи Какой-либо Он эту идею воплощает Пишет, допустим Либо это проект Либо это обращение Либо это программа Либо в совокупности все вместе Имея свой проект Он формирует коммуникации Каким образом? Либо он пишет письмо Либо он встречается Лично общение Либо он с кем-то ведет совещание Имея вот такие данные Коммуникации К нему примыкают Конечно же люди То есть человек В дальнейшем это исполнители И все определяется В соответствии с задачами Которая была поставлена По количеству людей То есть определяется В соответствии с задачей У данных людей Есть у каждого Свои ресурсы Например У Васи есть компьютер У Пети есть Необходима вода Чтобы работать Там у Ивана есть Например машина Чтобы доехать От точки А до точки Б Ну и У всех этих людей Есть конечно же координатор Какой-либо лидер То есть смотрите Я к чему вообще рассказываю Что не важно Если в структуре власти Либо чиновничном аппарате Да Если Ну министр развития энергетики Не будет работать Не будут работать Его подчиненные Так Я думаю Вы согласитесь со мной А если в данной структуре Как общественная организация Не будет чего-либо Но останется лишь инициатива То процесс все равно Запустится заново То есть данная структура Матрица вообще Рассчитана на самоуправление Следующий слайд пожалуйста Спасибо за внимание И В рамках вчерашнего Круглого стола У нас есть предложение Конечно Ну и предложение Наши Это на руки Науки развития Группе дом Министерство развития энергетики Но Доклад они не вошли Они есть у нас На бумаге написано Если есть необходимость То можно озвучить А так Прошу Вопросы по докладу Конкретно Если вопросы Да Прошу Спасибо Правильно Правильно ли я понимаю Что при заказе При наличии заказа Министерства развития энергетики На Подбор Определенных кадров Нужной квалификации Общественная организация Берет на себя Решите этот вопрос Вы правильно поняли Я могу ответить Сразу Каким образом Если Присутствующий Желает Послушать Да Если можно Можно Да Спасибо Значит смотрите Вот вчерашний Круглый стол Нам Министерство развития энергетики Сделали такие Пять запросов Да В наш В наш адрес Значит Первое Это повышение престижа Инженерно-технических Специальностей И инженерно-технических Работников Что мы предлагаем Наше предложение Это создание цикла Передачи фильмов О работе и успехов работы инженерно-технических специальностей и инженерно-технических работников. Организации проведения конкурса рабочих специальностей международного и всероссийского уровня. Также можно и муниципального, и регионального уровня. То есть, в принципе, все на обсуждении, в диалоге. Организация профессионального диалога между молодыми специалистами и крупными организацией. Второй запрос. Здесь что мы предлагаем? Организация круглых столов для диалога и понимания сложившихся проблем в развитии энергетики. Второй – консолидация усилий. То есть, при обсуждении, как видно из матрицы, можно объединиться ресурсами. Вот по поводу создания кадрового резерва. Здесь очень все сложно, конечно, долго обсуждали. Но наши такие же предложения создать на базе школ, то есть, некие школы энергетиков наподобие УПК, как раньше были, если помните, но именно с выдачей свидетельства электромонтеров, допустим. Также развитие дополнительных курсов энергетиков и создание советов молодых специалистов. То есть, некая регистрация базы данных кадрового резерва, которые могут в принципе в дальнейшем привлечь, которых можно влечь. Значит, четвертый вопрос. Формирование идеологии энергетической эффективности здесь, честно, мы не успели обсудить, просто физически не успели. И вовлечение ИТР в законодательный процесс также мы не успели обсудить. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? У меня есть вопрос. Вы говорили о том, что общественная организация может жить, даже если у нее, скажем, не будет лидера. Например, вы приводили пример с министерством, что министерство точно не будет работать, если не будет министра. А общественная организация может жить инициативой. Вот тут я правильно понял, что у этой инициативы какие-то есть характеристики, сущностные характеристики, потому что, наверное, не любой инициативой, да? Вы правильно поняли на два ваших вопроса. Вы как-то пытались выявить эту сущность? В чем сущность вот этой инициативы, которая позволяет общественной организации жить, даже если там, ну скажем, условно, в общем, нету лидера или что-то в этом роде? Конечно, есть. Это огонек в глазах, как говорили вчера. То есть это инициатива, желание жить, значит, это активное желание, то есть активно изменять общество, в котором мы состоим, то есть в лучшую сторону причем. Также по потребностям общества, например, как вчера говорили, группа ДОМ, есть внешние факторы. Ясно. Есть ли еще вопросы? Да, у меня вопрос. Да, Алексей Ильич. Пожалуйста, кто-нибудь из группы собирается в Москву? Мы обсуждали этот вопрос. Значит, я попросил лично, значит, у Александра Лемеха письмо, которое получали, да? И я его постараюсь отправить, как только будет возможность, к сожалению, физически тоже не успел, отправить своему руководству. Также я бы хотел поучаствовать, конечно, в этой работе. И думаю, лично у меня все получится, ну и у ребят вроде как тоже хотели поучаствовать. Спасибо. Но это делать надо сейчас, потому что, когда вы вернитесь домой, уже будет поздно. Надо сейчас связаться со своими земляками и как-то подать заявку, пробиться. Единственная просьба, Алексей Ильич, по поводу ходатайства, может быть, если вы сможете от Министерства энергетики ЖКХ Свердловской области написать на меня, может быть, быстрее это получится? Принято. Подумаем завтра. Спасибо. Подумаем. Спасибо. Из интернета что-то есть показатель на этой группе? Я вот не вижу. Нету, да? Хорошо. Ну тогда переходим к суждениям. Судя почему. Давайте обсуждать. Спасибо группе. Спасибо. Суждение, коллеги. Сергей, Министерство развития энергетики. Суждение такое, что нам с группой общественной организации надо плотно поработать в отношении, в чем рисовали как раз кадров, причем кадров, мы же говорим об обновлении всех рабочих мест, а квалификация постоянно как бы в восполняемых кадрах. Пока еще тяжело все это видно как бы с помощью общественных организаций. То есть только с ними мы это сделать и сможем, но вот как-то нам совместно будет плотно поработать, потому что кроме как они с увязкой и с домом, и с организацией личностью нам в этом вопросе не помогут. Поэтому вот как бы просьба, что ли, наверное, или завтра с утра, нам все-таки, наверное, совместно в этом направлении поработать. Спасибо. Вот я хотел у Сергея спросить. Я правильно понимаю, что, Сергей, группа Министерства развития готова выступить заказчиком в группе общественной организации, но вот только это я понял, что вы готовы выступить заказчиком, но вот только вопрос мне не очень понятен. Про кадры для будущего Министерства развития энергетики? В том числе. Возможно, в том числе. Мне кажется, важно, как сказать, сделать шаг. То есть если мы говорим про организацию Министерства развития энергетики, например, в Свердловской области, как это реально может быть сделано, и какие реальные шаги могут здесь быть нужны, и какую реально роль общественные организации могут тут сыграть. Вот это же вопрос. Вопрос вопросов. И вот про кадры, наверное, это вопрос тоже важный. Но тут, возможно, нужно более, какие-то есть более насущные вопросы. То есть как это конкретно вы будете делать. И вот я вижу четко, что Министерство развития энергетики точно не может быть создано без участия общественной организации. Это просто невозможно, мне кажется. Потому что только общественная инициатива, здесь может только через нее можно вырулить. Потому что какие еще могут быть инициативы для создания такого министерства, совершенно непонятно. Да, прошу. Вот нарисованная схема, структура общественной организации, она как бы и вдохновляет, и пугает одновременно. И вот хотелось бы узнать, как бы ее с какой стороны нужно начинать делать? То есть снизу или сверху? Какой, можно сказать, первый шаг, что ли? Потому что даже непонятно. Может, из середины, сбоку? Я понял, у вас был ответ. Два вопроса. И я хотел еще одно предложение озвучить в сторону Министерства развития энергетики. Это создать такую программу, называется «Неделя дублера», допустим. Что значит «Неделя дублера»? Вот вы, например, Сергей, как министр развития энергетики, хотите развивать кадровый потенциал, то есть кадровый резерв. Это хорошее начало. Например, можно провести конкурс среди инженерно-технических работников, то есть ИТР. То есть победитель приходит к вам на рабочее место вместе с вами на неделю, сидит вместе рядом с вами за рабочим столом. И совещания все проходят, желательно, конечно, в открытом виде, при вас, то есть вернее, не то, что при вас, значит, вашего дублера, то есть дублер постоянно сидит с вами на рабочем месте. Что это дает? Какие результаты? Во-первых, правильно, создается кадровый резерв. Во-вторых, значит, когда он возвращается, вот, допустим, выиграл мастер, возвращается он в свою структуру, подразделение, свой участок, сидит, общается с работягами, обычными мужиками, да, то есть те говорят, да, блин, там министр такой плохой, ничего не делает, ничего не хочет. Он говорит, да, мужики, вы не правы, там столько работы, вообще не поверите, да тут, откуда знаешь, да я там-то был, то-то делал, это слышал, третий, десятый, то есть и пошло-поехало. В принципе, будет увеличиваться, то есть понятие, что такое энергетика, снизу, вверх. И также вам, например, придут ваши заместители, вы спрашиваете, как там обстоят дела, вам говорят, да там все нормально, там ничего не происходит, потерь нету, люди работают, кадровый резерв растет, там все дела. А вы-то знаете, что мастер вам до этого сказал, блин, да там все плохо, это не развивает, это то, все, то есть тут как бы тоже такие моменты нужно учитывать. Ну, я еще поясню вот по группе дом, значит, с какой стороны нужно создавать. Естественно, эту работу, ну, невозможно провести за один день, за два дня, допустим, или там, может быть, и не за месяц, да, то есть мы конкретно сроки создания этой организации не рассматривали, но в принципе, в принципе, учредительный съезд, он такой организовывается, да, то есть приезжают все представители федеральных округов, то есть у нас их 9, да, то есть приезжают и, допустим, говорят, мы готовы, допустим, способствовать этому развитию. Ну, еще раз повторюсь, что мы конкретных сроков, конечно, не обсуждали, но в любом случае он делает сначала сверху, создается. Инициатива, да, снизу, то есть это мы, мы даем инициативу, озвучиваем ее там, где в Москве, да, то есть, честно говоря, вот когда пришло письмо, Алексей Евгеньевич, зачитывал письмо, у меня одновременно и радость, и грусть произошла, вот, честно, в моей душе, в моей голове, почему? Во-первых, я уже ехал сюда с примерным предложением, когда я приехал, посмотрел энергетики, как бы, я понял, что есть возможность, есть потенциал, и хотел уже озвучивать это предложение уже в конце, то есть на восьмом дне работы форума, но прочитали, прочитали письмо, у меня грусть, то есть и радость, и грусть, что, во-первых, кто-то догадался это сделать, да, то есть прорыв идет, прогресс идет, и у меня радость, что, в принципе, я, наверное, правильно смотрю, правильно вектор у меня, а грусть в том, что, блин, ну, не успел я это озвучить, вы, к сожалению, вот, понимаете, не успел. Единомышленников, тот момент не успел, вроде, сейчас я вот вижу, да, то есть Михаил, Андрей, единомышленники, я думаю, что-то у нас в дальнейшем получится какая-то работа, возможно, на нефедеральном уровне, как минимум муниципальном уровне. Я думаю, вот я как представитель, то есть общественной организации уже, то есть я имею опыт управления процессами общественными, то есть это не только алкоголь, это в том числе и ЖКХ. Нам удавалось в 2012 году, например, защитить теплосеть и водоканал путем запуска процесса референдума. И депутаты, которые хотели это продать, за 70 дней они отменили свое решение. Я лично возглав инициативную группу из 20 человек, и нам это удалось. То есть есть опыт, понимаете, то есть я хочу дальше развиваться, дальше. То есть не только, ну, а по поводу алкоголизма и всего остального, то, что вы вчера говорили, есть заказ науки развития, развития, допустим, организовать и написать методологии, курсы, трезвости, образование личностью на всех этапах разбития личности, как такой школа, там, значит, детские сады, школа, университеты, там, училища, проводить это курсы, то есть реализовывать. А вам в группе ДОМ, допустим, лично вести трезвый образ жизни и здоровый образ жизни, то есть, понимаете, и воспитывать своих детей. Вот такое обращение, но это не только в группе ДОМ, это всем собравшимся. Тогда, я думаю, что у нас энергетика и страна будет только развиваться, и мы будем идти только вперед, но все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Есть суждение из интернета, можно я зачитаю, пока они не уехали. Алексей Евгеньевич пишет, я хотел увидеть программу создания общественной организации, способной влиять на развитие энергетики. Ола, который год общественной организации избегает участия в развитии энергетики. Алексей Евгеньевич, нынче стараются, но пока успеха не видно. Точно. Да, пожалуйста. И тут еще, может, они не нужны, дальше ответ есть. Еще как нужны общественные организации? Не все люди с вопросами могут идти в министерство. Я думаю, что общественная организация – это некий такой посредник между людьми и государственными структурами, различными органами власти. Спасибо. Да, Сергей. У меня вопрос, Сергей, мне сейчас есть, у меня вопрос к группе общественной организации. Как вы считаете, если будет создана общественная организация, в том числе с представителями крупных энергетических компаний, ну, например, Свердловской области, потребителей и, может быть, органов власти, поможет ли это донести до руководства региона те проблемы, которые сегодня стоят в отрасли, те энергетические пороги, так называемые, которые не дают развиваться в том направлении, которое сегодня есть, для решения широким кругом, то есть не только на уровне министерства энергетики, которое сегодня есть, имеется в виду. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, да, обязательно дадут. Вот, например, неделю дублера, то, что я говорил, да, то есть ведь неделю дублера, это же и в жизни можно реализовать, не только на игре, понимаете, то есть я вот, например, я из работяг, да, честно скажу, я из работяг, ну, сейчас я инженерно-технический работник, но ту искру я в себе не потерял, это я точно знаю. И те проблемы, которые есть, я скрывать не буду. Да, из потери, да, из сроки, увеличенные сроки технологического присоединения. Стоимость. Очень много проблем. Я как сетевык работаю, да, то есть в этом направлении, я очень много проблем знаю. Я не буду скрывать их для министра, там, для президента. При любой возможности я их выскажу, и не только в плане развития энергетики, но и мировоззрения. То, что я говорил вот сегодня с утра, геноцид народа, да, то есть все остальное, то есть те мировоззренческие, экономические, внешние вызовы, внутренние вызовы, крупные проценты, ипотеки, это все в комплексе, понимаете, то есть о чем я с первых дней говорил, значит, и мы с ребятами в докладе все, значит, описывали, мы выступали с этим. И сегодня также мы говорили, Андрей еще раз напомнил всем, что какой должен быть образ будущего общества, это активное участие в делах своего государства, то есть сопричастие, да, то есть желание жить, созидать, производить, создавать, постоянно-постоянно улучшать. Спасибо. Спасибо. Да, наукоразвитие. Так, микрофон. Лугинин Антон, наукоразвитие. Я хотел лишь уточнить кое-что насчет вашего запроса. Вы попросили насчет методологии, да, и я хотел вот кое-что сказать. Как раз вот проблема самоопределения в каком-то роде может решить ту же проблему алкоголизма, включая ее. Потому что люди, точнее человек, который занят делом, которое он любит, и он его делает, ему просто некогда бухать. Он делает свое дело. Это совет, да? Ну вот, собственно, я так понимаю, что у нас сейчас это может перейти, ну как бы в общем дискуссию, то есть это у вас… Нет, я и вот хочу уточнить, вот как раз методология по поводу самоопределения устроит вас? Вы сейчас пытаетесь найти заказчика, я правильно понял? Нет, заказ уже прозвучал. А, уже прозвучал. Смотрите, о чем мы говорим. Нам нужно именно курсы проведения трезвости во всех уровнях образования личности. То есть вы создаете курсы, пишете методологию внедрения этих курсов, пишете, о чем это будут курсы трезвости, а образование личности внедряет их во всех уровнях образования личности. Детские сады, пусть будет на уровне игры, да, то есть школы, значит, вузы, СУЗы, там колледжи, там аспирантура в конце концов, а также и работа на предприятиях. Сейчас отвечу на вторую часть момента. Ну, собственно, было бы хорошо, может быть, уже пора закончить доклад. Да было бы, я хочу еще раз, чтобы поняли все люди, то есть вот смотрите, у нас внешние вызовы есть, информационные, физические, мировоззрение, история, экономика, геноцид, военные действия. Вот наши, вот что мы, мировоззрение, человек, потребитель в итоге, понимаете, история, утеря корней исторических ценностей, экономические вызовы, это высокие проценты на жилье, в итоге человек вынужден работать от зарплаты до зарплаты, не видя горизонта, там дальше своего дома, дальше своей работы, то есть находятся постоянно в зоне своего комфорта, к сожалению. Профсоюзы об этом сегодня говорят, что надо 4 часа работы в день. Ну, понятно для чего, то есть нужно развиваться, потому что не иначе как, то есть, ну, сохранением, наверное, заработной платы той, которая есть. Спасибо большое. Но большой, сразу переход не получится, возможно, но нужно будет там мировоззрение менять. Я бы хотел, конечно, высказать суждение. Вот оно у меня, к сожалению, не меняется день это дня по отношению к этой группе. Вот я, ну, как бы вижу, чувствую, что группа, ну, как бы заказчиком своего действия, вот у меня такое ощущение, видит министерство, либо министерство энергетики, либо министерство развития энергетики. Мне кажется, что это, ну, как бы неплохо, но мое глубокое убеждение в том, что если заказчиком будет министерство, любой из министерств, то общественная организация будет слабой. Слабой, причем вот то, что там говорилось про инициативу, что, дескать, что якобы она будет жить, в общем, дескать, благодаря своей инициативе, собственно, связи с любыми органами власти, я убежден, в общем, вот, что эта общественная организация, к сожалению, не сможет ничего сделать, вот, да, а, дескать, единственный шанс у общественной организации решать проблемы, которые нужны обществу, обществу. И, дескать, в этом смысле, вот у вас сейчас есть, ну, как бы у вашей общественной организации уникальный шанс увидеть на игре, на игре, опробовать, а кто вступит в вашу общественную организацию. А для этого, вот сидят люди, вы смогли действительно, я вижу, есть диалог с группой министерства. Ну то есть я пока этого не увидел, не увидел их запроса. Может быть я, может быть как бы, да, но вот услышите, как сделать организацию сильной, как вот этого достичь. Ощущение, что нужно решать задачи общества, и вот у вас есть общество, опробуйте здесь на игре, чтобы они вступили в вашу организацию. Это вот такое у меня суждение, спасибо большое. Я понял, есть еще и интернет-суждение. Алексей Евгеньевич? Да, я хотел бы сказать еще. Я вообще с интересом наблюдаю за всем, что говорит и делает, но люди молодец. Мне кажется, что у него есть настоящий реальный поиск той задачи, которую перед ним ставят. И все же я хотел бы вот что бы сказать. Сегодня озвучена уже моя мысль. Я хотел бы увидеть программу, программу создания общественной организации, которая бы реально могла влиять на развитие энергетики. Здесь показана структура, вот я ее вижу, структура организации. Мне кажется, ход в принципе приемлемый, если мы говорим о том, что программа создания организации, она в том числе должна проходить и такой этап, как формирование структуры, хотя бы какая она должна быть. Структура, концепция, миссия, устав и так далее. Это необходимые документы. Но это такие стандартные и понятные нам вещи. Меня смущает еще и то, почему я спросил, собирается ли кто-то из группы ехать в Москву. Потому что ведь сегодня там реально создается российское техническое общество. Оно уже реально создается, причем в этой же структуре, насколько я понимаю. И наша задача, например, в том, чтобы отделение этого общества было в Екатеринбурге, в Оренбурге, в Челябинске, в Нефтьюганске. Важно, чтобы в Нефтьюганске появилась секция, филиал отделения этого технического общества и, соответственно, союза молодежной инженеры России. Если так, то мы через это можем давать возможность молодым ребятам заниматься делом. И мне кажется, что разговор по поводу нашей бедуэлкоголизации здесь очень даже уместен. Я хотел высказать мысль, но кто-то, по-моему, Антон здесь встал и, собственно, перехватил, сорвался языка моей мысли, если я правильно выслышал. Есть проблема, почему русский человек пьет. Мне кажется, есть такая версия, она известная. Когда он не видит перспективы и когда ему, ну, как бы, у него нет дела настоящего. И Гузель, мне кажется, об этом тоже говорил. А если у него есть дело, ему просто некогда пить, тогда он растет, тогда он крепнет в нагрузках, да, я уже говорил, не надо беречь мужчин. И тогда, я бы сказал, даже так хорошее это дело. Человек, он растет в деле. И тогда сама собой, как бы, решается проблема с этой вот пьянзом и, скажем так, плохого провождения пустого времени. Ну, потому что по-хорошему его и не проведешь. Дела нет у человека. Если это так, то, посмотрите, то надо реагировать на то, что уже создано. Если, например, сегодня уже создается, как возможность, структура организации, и я понимаю, что докладчик-то это держит в голове, это переживает, на это реагирует, то надо говорить тогда, смотрите, уже возможность есть, надо в нее заскочить, надо ее реализовывать. И где-то у себя, например, да. Я бы сказал еще одну, вот я поддержу Сашу, который сказал, что как делать сильную организацию, она не должна зависеть от Министерства энергетики, мне кажется. Она должна быть и быть такой, что сам факт наличия ее существования, ее деятельность, ее действий, вынуждал бы Министерство становиться Министерством развития энергетики. Вот примерно так мне показалось. Спасибо. Спасибо. Движемся дальше. Группа Дом. Извините, пожалуйста. Извините, у нас же… Я бы хотел вот, если можно, открыть там вот эту маленькую презентацию, которая называется «Технодоктрина». Извините, буквально одну минуту. Просто сегодня нашему форуму нужно было дать ответ заместителю министра спорта и молодежной политики Свердовской области по поводу состава делегации от форума. В общем, для… вот на этот форум технодоктрина и организации общественной организации «Русское инженерное общество». Вот хочу представить вам список участников, которые заявляются, имеют желание от Свердовской области поехать. Если можно, следующий слайд. Вот такой список. Мы опросили большинство групп, вроде бы все группы опросили, по-моему, на предмет желания ехать на этот форум. Вот, так сказать, если мы кого-то забыли, прошу оперативно мне сообщить, кто еще хотел бы поехать в Москву 6-7 ноября на это мероприятие. Есть ли вопросы? Спасибо. Группа «Дом», прошу вас. Меня зовут Шакурова Светлана, я представляю группу «Дом». Можно презентацию? Цель нашего доклада – это показать, как достичь желаемого будущего и как сделать первый шаг. Мы хотим вам напомнить… Можно следующий слайд? Наше определение дома. Это семья, жилище и условия. Все видят в будущем более материальную составляющую, и мы решили подойти со стороны дома, что мы должны рассмотреть более духовную составляющую. Переходим к следующему слайду. Можно следующий слайд? Сегодня мы все с вами создали общий образ будущего, и каждая из групп написала критерии, тезисы, которые указаны в правой колонке. Мы же со своей стороны указали с левой колонке качество человека и семьи будущего, которые мы видим по отношению к этим тезисам. Итак, к первому тезису мы отнесли патриотизм, любовь к стране, следовать общей идее, стремление к переменам, поддержка действий государства и к переустройству. Ко второй позиции мы отнесли, это активная гражданская позиция, желание действовать, небезразличность. К нашей же позиции, которую именно мы выдвинули, мы заметили, что в семье должно быть мир, любовь, согласие в семье, отношения, взаимопонимание и взаимопомощь, также чувства. Далее, это готовность трудиться, желание повысить эффективность в своей работе. К следующему тезису мы отнесли готовность к использованию новых технологий. К образованию личности мы отнесли принятие ответственности и наличие личности. К следующему слайду, тезису мы отнесли образование, осознание необходимости создания и сохранения семьи. А в совокупности эти параметры представляют наше видение качеств человека будущего. У дома возник вопрос, а как создать счастливую семью? Для этого нужно, чтобы в семье уже имелись эти качества, которые мы перечислили в предыдущем слайде. Но на данный момент эти качества в человеке еще не все заложены. Ну есть они, но не в полной мере. И для этого преодоление нужно как можно ближе предвизиться к этим качествам. Поэтому мы решили представить, как предположительно нужно действовать сейчас. И создали так весьма банальную, но последовательность. Итак, первым делом, чтобы создать семью, нужно два человека. Чтобы два человека встретились, им нужно познакомиться. Второй этап, это после того, как они, можно сказать, и дружат, встречаются уже несколько лет, возникает вопрос и того, как, что дальше делать. То есть приходит осознание необходимости создания семьи. Третий шаг. Нужно сделать риск, решиться на риск. То есть сделать вывод, что нужно жениться. Следующий шаг. Это для того, чтобы мы создали ячейку общества, нам где-то нужно обитать. Мы создаем жилье. То есть мы его или покупаем, или переезжаем. Следующий шаг. Это нам нужно устроить, то есть создать комфортные условия для дальнейшего развития семьи. И также мы уже обустроились, все хорошо, дальше все продвигается. Возникает следующий вопрос. А как же дальше двигаться? Возникает, нам следует снова решиться на риск. То есть родить ребенка. Следующий шаг мы уже делаем то, что у нас появится еще один член семьи. То есть надо сделать какую-то реконструкцию в доме. То есть мы устраиваем быт в новой ситуации. То есть, например, создаем детскую комнату. Это уже какая-то перестройка и переосмысление того, что что-то надо делать. Следующий шаг мы воспитываем и, как сказать, выращиваем ребенка. После этого, когда мы этого достигли, мы уже обостраиваем дом для нас, для нашего комфорта. Когда уже ребенок вышел из нашей семьи и создал собственную семью. Но в ходе всей этой структуры нужно поддерживать также и духовные качества. Это поддержка и сохранение семьи. Осознание значения семьи. Кто-то упал со стула. Формирование культуры семьи. Мы это видим на слайде, и это у нас указано. Далее у нас в прошлом дне прозвучало то, что Министерство развития и энергетики попросило, ну как бы дало нам запрос, который мы должны предложить им. То есть это то, что от нас требуется спрос на инновации. И мы задались вопросом, как создать спрос на эти инновации. Таким образом мы получили вот такую общую основу структуру. То есть первое, нам нужно узнать об инновациях. Следующий шаг. Мы должны понять суть и значение этой инновации. То есть разобраться, нужно нам ли это. Следующий шаг. Снова решиться на риск. То есть купить его. Далее мы как бы его учимся пользоваться, использовать, изучаем то, как оно работает. А далее мы используем его по назначению. То есть это как бы мы продвигаемся в плане того, что как создать условия. Ну можно пример привести того, как мы вот узнали от технологического лидерства, то что существует такой тепловой насос. Мы о нем узнали, об этой инновации. Мы теперь как бы понимаем эту суть, значение этой инновации. Нужно нам ли это. И теперь стоим на такой стадии, как решиться на риск, то есть купить его. На этом все. А еще у нас как бы возникло предложение вам, то есть сделать сегодня, как в качестве развлекательной программы, вечер танцев. Так как мы выделили один из критерий, это нужно, чтобы для создания семьи нужно знакомство. А как мы сегодня выяснили, что среди нас не так уж много женатых людей, мы решили, что нам нужно как можно ближе познакомиться с посредством танца. Как можно ближе, да. Предполагается, что будет мастер-класс по бальным танцам, в том числе конкретнее вальс, а далее дискотека в стиле 90-х. Все должны быть. Женатые должны показывать класс. Так, ну, я так понимаю, собственно, доклад закончен. Спасибо большое. Спасибо. Тут вопрос из интернета. А любовь? Дом не знает этого слова. И дальше. Видимо, речь идет о ячейке общества. Какая тут любовь? Вот. И еще, а в чем риск вопрос? На такие вопросы эту группу не поймать. Да, прошу. Ну, в чем заключается риск, то, что, ну, решиться на этот шаг, это же тяжело в плане, что будет, если я, ну, женюсь или не женюсь, ну, как бы в этом плане. Ну, вот я сделаю правильный шаг. Ну, я думаю, что это будет, ну, не правильный шаг, а предполагаю такой шаг, я думаю, что это будет правильный шаг, то есть сделать риск. Тут из интернета подсказывают, что может быть не риск, а новый уровень ответственности. Или самоопределение, может быть. Возможно. Да, хорошо. Да, прошу. Помимо Андрея, вот тоже по поводу риска. Правильно ли я понимаю, что риск все-таки, вот если четко сказать, то риск в том, чтобы уйти вот с этого пути. То есть, допустим, решились на риск жениться, а потом раз, что-то не вышло, и все, вот этот порядок действий рухнул, и все это перечеркнуло, все предыдущее. Вот, спасибо. Да, прошу. Рузель, группа общественной реализации. Правильно ли я понял, что перед рождением ребенка нужно решиться на риск? Ну, в какой-то мере, да. Мне непонятно. Спасибо. Вы считаете, что нет риска? Что здесь, ну, обычное дело. Ну, дескать, ребенке тут один, два, три. Я считаю, это не риск, а ответственность. Ответственность, да, согласен. Но это же тоже риск. Вдруг предположите, что мы не справимся с этой ответственностью. Взрослый человек, осознающий себя, где он и что он делает, и зачем это делать, осознает свою ответственность. И готов держать свои слова, то есть делать какие-то действия. Я отвечаю за свои поступки, ответственность. Спасибо большое. Но я так понимаю, группа не держится именно с этой формулировкой, а речь идет как раз о взятии ответственности и, возможно, самоопределении. Самоопределение, этот акт самоопределения, дескать, по поводу, собственно, то, чтобы, например, выйти замуж, жениться, да, или, дескать, завести ребенок. Так, еще вопросы? Еще вопросы? Как-то все неженатые молчат. Видимо, еще не решились на риск. Не готовы взять ответственность. Больше вопросов нет? Ну, я так предлагаю обсуждать. Спасибо группе. Да, прошу, Сергей. Неужели кто-то выключает? Вопрос к группе ДОМ. Могла бы группа ДОМ сформулировать те требования, то есть что им нужно для того, чтобы вот эти вот, что в инновациях, что в семье, где вот красным у вас был геоиск, они ушли, их просто не было вот этих вот вещей. Вот что нужно, чтобы семья чувствовала себя настолько комфортно, чтобы при... Она не была риском женитьба, не было риском рождения детей, не было риском внедрить какую-то технологию новую, о которой она узнала, и поняла суть и значение. Спасибо. Просто хотелось бы узнать, что нужно. Нам интересно знать, что нужно, чтобы семья жила, развивалась, рожала детей, и эти дети были использованы в дальнейшем развитии страны. Но не использованы, конечно... Спасибо. Спасибо. Еще суждения, коллеги? Да, прошу. Прошу. Прошу, Сергей Леонидович. Ну, материя и духовное содержание семьи, по всей видимости, дело тонкое. Поэтому я так понимаю, что группа и решается, и, наверное, вряд ли решится, конечно, связать это дело с развитием. Вы сегодня вечером на танцы придете? Не знаю. Извините, всем нужно быть. Ну, как бы... Да. Так, я понимаю, что есть... Из интернета, да, от Владимира комментарий. Спрос на инновацию можно поднять отсутствием условий технического поддержания устаревшего. Как, например, с операционной системой, снято с техподдержки, переходи на новую. Понятно. Ну, вот я, конечно, тоже хотел прокомментировать. Мне кажется, у группы Дом сегодня очень сильный доклад. Очень сильный доклад. И что самое важное, если вернуть на слайд, где вот этот алгоритм, алгоритм, то вот мне кажется, здесь вот где-то, если можно алгоритм, да, вот сюда. Выявлена вот эта вот серьезная проблема, да, что вот после того, как человек заканчивает университет, как правило, ему негде знакомиться. И вот этот вот шаг, ну, то есть я вот могу сказать по себе, я женатый человек, что вот этот вот шаг, его нужно сделать. Его нужно сделать. и он непростой. Непростой. Осознать, что необходимо завести семью. И там необходимо завести ребенка. И это серьезное дело. Вроде бы кажется, что тут такого, на самом деле те, кто женаты, и те, кто не женаты, догадываются, что что-то здесь есть. И вот, конечно, осуществление вот этого шага, мне кажется, это настоящий, ну, в общем, инновационный прорыв. Инновационный прорыв, да. Если можно вернуть слайд. Мне кажется, что вот, что бы я хотел группе Дом посоветовать, конечно, вот если можно на алгоритм, сделать, ну, как бы следующий шаг. Следующий шаг. Вот, возможно, у некоторых здесь сидящих есть жилищная проблема. У меня такое внутреннее ощущение. У кого есть жилищная проблема, коллеги? Так мало? Вот, если бы вы смогли сделать шаг по поводу того, как сегодня в нашей стране… А жилищная мечта? Жилищная мечта. Жилищная мечта. Так, 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 так. Вот это другое дело. Да. Если бы вы смогли бы сегодня для нашей страны, в наших условиях дать шанс, шанс этим людям, собственно, всем людям реализовать свою жилищную мечту, мне кажется, вот это был бы, вот это был бы, в общем, суперинновационный прорыв. Суперинновационный прорыв, потому что, глядишь, и вот этот алгоритм бы, ну как бы легче пошел бы, как-то легче пошел бы, потому как, естественно, для того, чтобы создавать, в общем, гармоничных личностей, про которых вы говорите, мне кажется, что, конечно, лучше это делать в идеальном, в гармоничном доме. И вот как, какой может быть здесь ход, какой шаг, как это можно сделать, как можно дать стране идеальный дом, и, ну, естественно, здесь может быть такая точка зрения, что это невозможно. Это невозможно, собственно, как вот, например, в Верхнем Тагиле, чтобы, здесь возникли суперинновационные, экологичные, и, в общем, такие дома. А может быть, это возможно. Может быть, это возможно, и может быть для этого, может оказаться, что для этого нужно не так уж много. Например, ну, понятно, нужен, возможно, какой-то некоторый проект, а дальше нужна организация. Например, чтобы организация людей, чтобы этот проект сделать. Например. Да. Так, есть ли еще комментарии, коллеги? Да, еще, если можно, я бы хотел сказать, конечно, вот, считаю вот этот ход группы по поводу организации культурной программы, конечно, очень мощным, и, ну, я всех прошу, всех прошу, конечно же, принять в нем участие. Да, спасибо. Интернет, Алексей Евгеньевич. Так, вас не слышно, надо включить звук. Микрофон, видимо, выключен. Алло, сейчас слышно? Сейчас другое дело. Да, это я его случайно выключил. Я слышу противоречивые, скажем, отношения, которые мне оба важны. Скажем, последнее отношение Александра, оно, оно поддержку группы, и, я считаю, это правильно, но нельзя не услышать степсиса, который прозвучал вот в реплике Константина Филипповича. Он, почему-то, его это задело. Он даже на танцы не хочет идти. Это надо тоже понять. Это надо тоже понять. Группа Дом, я считаю, она самая в этом отношении важная в смысле чувствительности, в смысле понимания, интуитивного понимания, что нужно, и, возможно, совет это ей давать вообще грешно. Она интуитивно лучше всех нас знает, что нужно делать. Поэтому ход на танцы, вот игровой ход, я считаю, вообще гениальный. Я, правда, предложил бы такую идею, потому что, чтобы это были не просто танцы. Я знаю, что танцы, это риск не решиться пригласить на танец или там что-то еще. А что если всем, ну, как бы, потенциальным половинам пары завязать глаза, чтобы они случайным образом там начали танцевать, а уже потом, в любой момент, захотели бы, так сказать, посмотрели, что у них получилось случайно. это креативное предложение в дополнение к гениальному ходу группы Дэн. Спасибо. Мне очень нравится вопрос, как создать счастливую семью. Это вопрос не банальный, не простой, волнующий всех. одновременно я понимаю, что то, что делают двое вместе, это является предметом счастья. Если они идут вместе, там, взявшись за руки в магазин, и покупают первую в своей жизни покупку, там, какой-нибудь чайник со свистком, то потом это на всю жизнь. Там мелочей не бывает. И все же, и все же, нам-то здесь надо отсепарировать важное от неважного. Я, конечно же, поддерживаю то, что сказал Александр сейчас. Смотрите, если вот к этому вопросу, к этим 11 пунктам представить слово «как», тогда будет «как познакомиться», «как создать необходимость создания семьи», «как, вот я не знаю, там, что-то в риск предохраниться, или что-то имелось в виду, «жиниться», «как родить ребенка», например, да, такие вопросы, но они иногда смешно звучат, да, ну, там, как, иногда на самом деле это и серьезные вопросы, но есть один вопрос, который на самом деле непросто ответить. На мой взгляд, всего один, и вот я бы формулировал немного не так, пятый и одиннадцатый пункты. Как создать жилье? Хорошо. Вот я бы сказал по-простому, как построить дом? Не купить, не переехать. Как создать? Вот важно-то, как создать, как построить дом? Как построить дом для каждого из нас? Дом мечты? Вот я-то здесь в этом отношении считаю, что мечта есть у каждого именно эта, и у каждой семьи. Мечта о своем доме, не о том, который им, скажем, даже так подарили, унаследовали, а в котором они хотели бы жить, хотели бы жить. И мы все живем где-то, да, а вот где мы хотели бы жить, дом мечты. Это, мне кажется, очень важное дело, которое вдохновляет, которое, ну, я сказал бы так, семья способная, способная построить дом, счастливая семья. Потому что все остальное, ну, как бы, не дотягивает до счастья. Вот я это хотел, на это хотел бы обратить. Итак, дорожная карта, на мой взгляд, именно, Анатолий Ваджиев, не, разговаривала. Итак, дорожная карта, мне кажется, должна быть программа именно правильно, как создать счастливую семью, но сконцентрироваться. Как построить дом? Конечно, взять другую проблему, но эта идея, будучи реализованной в программу, на самом деле, она дает толчок развитию страны. Это не я придумал, и мне кажется, что то, что группа вышла на то, что для счастливой семьи необходим дом, необходимо жилье, это самая главная проблема, и идея, и проблема одновременно, ее и надо решать. А вот как это сделать? На этом сосредоточиться, то тогда это будет очень серьезный прорыв у нас. Я желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю двигаться дальше. У нас остался один доклад группы образования личности. У меня один докладчик Александр Попов. Так, у меня одна заявка на доклад. Александр Попов, но, наверное, не запечатали. Так, ну, собственно, кто будет докладывать? У меня заявка Александра Попова. Хорошо. Да, у нас, собственно, истек регламент, поэтому, в общем-то, я бы все-таки предложил заслушать доклады, если можно. В одном 14 слайдов, в другом 20 продуктивно. 14 и 20 слайдов. Так, ну, все быстро, очень хорошо. Ну, вот, собственно, я понял, что есть такое предложение заслушать их оба вместе, а потом обсуждать вместе. Как вы думаете? Хорошо. Добрый вечер. Так, меня зовут Попов Александр. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, ой, это уже последний. Так, что происходит? Это последний. Это слайд номер 20. Это последний слайд. Это последний слайд. Надо второй. Так, все секреты, всю интригу засветили. Ну, цель, значит, доклада сформировать концептуальное предложение в дорожную карту для составления дорожной карты, потому что очень много неопределенностей и составить дорожную карту очень затруднительно. Следующий, пожалуйста. Вот мы выбрали четыре сферы, попробовали в этих четырех сферах, которые влияют на развитие личности, на формирование личности и попробовали разобраться в этих сферах. Следующий, пожалуйста. Мы попробовали опереться на форсайты, на технологию форсайтов. То есть несколько форсайтов рассмотрели. То есть это что? Это тренды, которые есть сейчас или появляются в какой-то период и в будущем можно посмотреть, то есть как спрогнозировать, как это может повлиять на наш объект. Следующий, пожалуйста. Вот. Часть трендов мы придумали сами, так сказать, часть взяли из форсайтов. Ну вот тренды в семье, то, что мы обнаружили, значит, увеличивается невротизация детей. Тут несколько причин. Это и неполные семьи, и уменьшается время родителей на то, чтобы уделить время детям в связи с тем, что им приходится работать на двух работах и так далее. Значит, и дорожную карту пока вот у нас такого конкретного ничего поэтому не родилось. только, значит, предложение поставить эту как бы проблему на повестку дня и пробовать ее решать. Следующий. Вот. В сфере, связанном с образованием, здесь несколько трендов. Значит, ну, например, растет индивидуализация образования, то есть я остальные подробнее потом расскажу. Растет индивидуализация образования. индивидуализация это когда непосредственно образовательная траектория привязана к человеку. То есть, ну, про это тоже будет слайд расскажу. Значит, снижается мотивация обучения, к обучению молодежи, ну, и расслоение школы по уровням. Следующий, пожалуйста. Вот. Значит, что касается растущего спроса на нерутинные навыки, видно, что спрос действительно растет. Последние там лет 20, и в то же время на рутинные навыки существенно падает. Следующий. Значит, тренд такой, что, вот я говорил про индивидуализацию, как мы видим, в будущем будет упор делаться на неформальное образование в основном, то есть часть будет формального образования и основное ядро, упор будет делаться на индивидуальную траекторию и на открытое образовательное пространство, значит, где будут использоваться неформальное образование и информальное образование. Следующий. Значит, вот что касается неформального и информального образования, сейчас появляется много ресурсов, таких как Курсера, EDX и так далее, и видео, значит, порталы и прочие бесплатные ресурсы, на которых много чего расположено, и лекции, и курсов, которые в удобном формате, там лекции минут по 10, значит, в течение недели там 3-4 таких лекции, дополнительный материал, и, в общем-то, в течение двух месяцев можно пройти интересные курсы от лучших университетов мира. Следующий, пожалуйста. Вот, ну, в дорожную карту у нас тут уже более конкретные предложения, значит, увеличить число дошкольных учреждений с лично сориентированными технологиями, такими, как, например, по системе Мари Монте-Сори, я сам работал в компании, в которой такая технология применялась в детских садах и в начальной школе, я видел, насколько эти ребята, конечно, отличаются, более самостоятельные, и у них личностный потенциал гораздо выше, чем, скажем, у их сверстников. Значит, создание сети центров тютерского сопровождения. Тютер – это как раз человек, который простраивает индивидуальную образовательную траекторию, я потом на примере вам покажу. Значит, продвижение технологий информального и информального образования, то есть я работаю в университете, и не просто студентов в это дело вовлечь, хотя, значит, некоторых университетов уже даже принимают, значит, курсы той же курсеры, зачитывают в качестве зачетов по каким-то дисциплинам. Выявление и поддержка талантливой молодежи из низкоресурсных семей. Следующий, пожалуйста. Вот, ну, на примере покажу, как формируется образовательная траектория. Допустим, есть какой-то человек, который имеет свою мечту получить какое-то образование, ну, нет проблем, поступайте в самый лучший университет и получайте высшее образование. Следующий, пожалуйста. Но реальность такова, что он не может поступить по разным причинам, как правило, в силу отсутствия средств, значит, в тот университет, где есть такая специальность или на ту специальность, в доступный для него университет, то есть зачастую заканчивает не то образовательное учреждение, либо, ну, недостаточные компетенции получает по той специальности, которую выбрал. Следующий, пожалуйста. Ну, и как-то там доучивается вот этот рыженький квадратик. Следующий. Вот. И вот как раз центры тьютерского сопровождения или тьютеры, они как раз нужны для того, чтобы помочь снавигировать молодого человека в открытом образовательном пространстве или в пространстве того же вуза. Есть масса ресурсов, о которых, ну, не подозревают просто ребята. Я проводил в прошлом году опрос, порядка 49 ресурсов бесплатных, которые повышают, развивают личностный потенциал, значит, обучают предпринимательству, помогают сделать карьеру и так далее. то есть 4% или 5% знает, что такое инопром и там пару процентов еще знает там кое-что там. Вот. А больше, так сказать, никто не знает и не интересуется. То есть на самом деле очень много чего интересного есть. Вот как раз тьютер, он поможет, помогает снавигироваться. Следующий, пожалуйста. Показывает, какие из ресурсов наиболее подходят по его теме. Следующий, пожалуйста. Выбирается вместо с ним. Следующий. И простраивает такой маршрут оптимальный. То есть обучаясь в университете, ну, на примере студентов, ты можешь параллельно еще получать какое-то дополнительное образование, которое повышает твою конкурентоспособность, развивает твой личностный потенциал. Следующий. Профессиональная общественная деятельность. В этой сфере мы увидели тренд увеличения влияния общественных организаций, в том числе профессиональных сообществ. И в дорожную карту мы предлагаем внести, значит, создавать и поддерживать профессиональные сообщества, создавать краудсорсинговые платформы для решения профессиональных общественных проблем. Ну, краудсорсинг – это технологии современные, используются для того, чтобы совместно решать какие-то проблемы. То есть краудтолпа, сорсинг ресурс. То есть такие платформы есть, уже сейчас существуют, эффективно работают, значит, и вовлекать работников в решение проблем в отрасли через краудсорсинговые платформы и профессиональные сообщества. Следующий, пожалуйста. Вот одна из таких платформ, агентство стратегических инициатив, оси, как раз эту технологию используют очень эффективно. И мне кажется, вот Министерство развития энергетики может работать как раз по этой системе. То есть когда либо, может быть, в этом же агентстве стратегических инициатив может выделить себе там какой-то кусочек, либо создать отдельный проект и продвигать его. То есть здесь выставляются проекты и можно любой проект как-то к нему отнестись, использовать ресурсы и молодежи, и специалистов и также подкидывать туда проблемы. Они помогают продвигать, к тому же еще лоббировать какие-то законы и убирать бюрократические проволочки. Следующий, пожалуйста. Тренды в медиасфере обнаружили. Мы такое увеличение информационного шума в том смысле, что некогда думать постоянно какая-то реклама, какие-то новости, информационные сообщения, трудно это все фильтровать. И некогда задуматься и там сам определяться по поводу чего-то, по поводу личностного роста. И тоже пока решения конкретного не нашли, поставили это как на повестку предлагаем поставить. Ну и все. Так, по-моему, больше всего нет. Да? Следующий. Да, все, спасибо. Да, если можно, доклад второй группы, а потом обсудим вместе. Так, докладчик Ивлева Наталья Ирина Попкова. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Меня Наталья зовут. Ирина. В связи с тем, что мы вчера не смогли предоставить свой доклад, мы хотели бы к нему немножко вернуться и коротко обсудить те три вопроса, которые были вчера на повестке дня. Можно сейчас страну, в которой она мечтает жить. Можно следующее? Мы имеем два представления. Это настоящее. Следующий слайд будет будущее. Обратите внимание на название в квадратиках. В настоящем мы имеем личность, которая есть во всех этих структурах. И она самоорганизуется в обществе и в доме. Она может быть и в министерстве, и в энергетике, и инноватор, и в НИИ. Можно следующее? А в будущем такая личность, попадая в министерство энергетики, преобразует ее в министерство развития энергетики. Также происходит энергетика будущего. Инноваторы объединяются в технологическое превосходство и НИИ в науку развития. Следующий может? Что мы можем предложить друг другу? Личность, способную взять ответственность за судьбу страны и отрасли в процессе реализации своей мечты. Что вы можете нам дать? Возможность реализовать свою мечту. Что личность делает, чтобы попасть в будущее, действуя, руководствуя своей мечтой? Следующий можно? В процессе обсуждения дорожной карты мы в первую очередь решили определить какую личность мы хотим видеть в будущем. Следующий слайд. Личность будущего в нашем понимании это личность с некими фундаментальными ценностями, такими как семья, патриотизм, традиции и тому подобное, которая способна принимать на себя ответственность за судьбу страны и отрасли в процессе реализации своей мечты. Следующий. Рассуждая об этом, мы долго думали, что же двигает человеком для какого-то действия, чтобы оно привело в последующем к развитию. Таким образом, мы решили, что это некий вызов, который равен некой критической ситуации, в которой человек начинает действовать, так как понимает, что это единственный его выход. Могу привести пример. То есть, вот касаемо отрасли. На данный момент мы понимаем, что в энергетике мы используем невозобновляемые ресурсы в основном. И мы понимаем, что рано или поздно они будут исчерпаны. Тем не менее, на данный момент мы знаем эту проблему, но никаких конкретных действий в эту сторону мы не предпринимаем кардинальных, то есть нет какого-то прорыва, что существует такая опасность. Но когда этот момент наступит, то мы все понимаем, что мы, конечно же, будем принимать меры экстренно. И это я объяснила, что понимается под критической вообще в целом ситуации. И на данный момент в такой критической ситуации, как, допустим, отсутствие ресурсов у нас нет в энергетике. Следующий слайд. На данный момент критическая ситуация является тот факт, что понимание человека, понятие критической ситуации и возможность наступления критической ситуации не тождественны. И возможность наступления критической ситуации не является вызовом. Для нашей группы, скажем так, мы решили, что для нашей группы именно вот этот факт, он является вызовом к действию. Следующий слайд. Таким образом, у нас есть вектор движения. Возникает необходимость формирования в сознании человека мышления о том, что вызов — это опасность наступления критической ситуации, что необходимо действовать заблаговременно для предотвращения каких-то катаклизм, грубо говоря. Следующий слайд. Это дорожная карта, где непосредственно вот мы видим, как будет развиваться личность, личность будущего. То есть изначально это будет семья, далее будет образование, потом работа и далее общественные организации. Можно следующий слайд? Для пояснения. То есть какие же условия для формирования личности мы должны создать? В первую очередь это семья. Что мы подразумеваем? То есть это благоприятный социальный климат внутри семьи. Также вовлеченность родителей в развитие своих детей, выявление и развитие склонности ребенка. Образование — это, конечно, в первую очередь это качество образования, образовательных программ, способность преподавателя заинтересовать человека и также это доступность образования. В работе мы видим, что любого сотрудника в первую очередь необходимо мотивировать. Также в организации должен быть благоприятный микроклимат, корпоративный дух, взаимовыгодный. Также мы рассматривали такой вариант, как взаимовыгодные отношения между образовательными учреждениями и организациями, непосредственно предприятиями. Поясню, каким образом мы это видим. То есть образовательные учреждения направляют или как-то рекламируют какое-то образовательное учреждение, вследствие чего закончившее это образовательное учреждение личность, она идет непосредственно в эту организацию работать. Ну и общественные организации — это формирование престижа, профессии. Дальше. Таким образом мы делаем вывод, что мы не создаем некого робота, то есть мы создаем условия для выявления личности, способные предвидеть и предотвратить деградацию, а также повлиять на развитие отрасли региона страны. На этом все. Спасибо. 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 Ну, есть, собственно, вопросы? Ну, хорошо. Давайте. Наука развития. Наука развития. Константин. Ну, вопрос такой, но понимание. То есть я правильно понимаю, что первый, ну, предложили вчера поделиться группе образования личности на две подгруппы, как бы, одна, как личность влияет, может повлиять на развитие энергетики, вторая, как развитие энергетики может повлиять на личность, как я помню, ну, насколько я помню. То есть вот первый доклад это был как бы, как энергетика, ну, должен, так скажем, потому что я что-то не особо увидел, на самом деле. Вопрос к Александру. Или, собственно, та версия вот этого разделения групп, ну, была как бы, ну, совсем не такой, как на самом деле. Ну, да, да, да. Может быть и так. И еще вот тогда, нет, если они именно так разделились, то тогда вот первый это был как энергетика влияет на личность, а второй как личность на энергетику. Мы рассматривали, то есть со стороны именно личности, что мы должны в ней воспитать, да, грубо говоря, чтобы она могла впоследствии повлиять на отрасль, да, на ее развитие. С какой стороны рассматривал Александра, я думаю, ему надо задать вопрос. Мы рассматривали, что нам нужно учесть для того, чтобы формировать личности. Какие, в принципе, какие есть тренды и как их нужно учесть на пути формирования будущего, будущего личности. Да, еще вопрос. Вопрос на понимание. Рузель, группа общественной организации. Можно на слайд обратно вернуть? Вот я здесь вижу, что у вас условия формирования личности как такого, да, то есть, в принципе, вот, что и мы говорили, что и все остальные, то есть семья, образование, работа, общественная организация. Вот у меня на понимание, правильно ли я понял, что конечной точкой, да, то есть формирование личности является общественной организацией, да? То есть, или вы только про формирование престижа, профессии имели в виду? Нет, конечно, то есть, нет какой-то конечной точки вообще, в принципе, в развитии. То есть, мы как бы хотели этим сказать, то есть, какие условия нужно создать, да, то есть, той же общественной организации, да, чтобы повлиять на развитие личности, да, чтобы она впоследствии могла как-то повлиять на развитие той же отрасли. То есть, вот, допустим, говоря о формировании престижа профессии, что мы имеем в виду? То есть, может быть, это какие-то проводить мероприятия по поводу того, чтобы рассказывать, допустим, обществу, да, что это за отрасль, насколько она важна, насколько она нужна, какие проблемы в ней существуют и, ну, и тому подобное. А можно еще помочь группе вот на этот вопрос? Регламент просто уже не... Ну, тогда нет, если вопрос напоминания. Ладно. Вопрос к Александру. Правильно я понимаю, что ваш доклад и вообще ваше исследование, оно не направлено все-таки на развитие энергетики, а на развитие личности. Личности с учетом развития энергетики. То есть, как энергетика формирует личность? Для личности, для энергетика в том числе. Ладно. Спасибо. Я хотел тоже спросить, конечно, вопрос на понимание, к обеим частям группы. Вот, дескать, я правильно понимаю, что вы, ну, скорее, описываете личность, чем ее создаете? Думаю, можно это так назвать. То есть, мы видим, как мы, скажем так, какую личность мы хотим видеть и какими качествами нам бы хотелось, чтобы она обладала. Понятно. Александр? Ну, опять же, то есть, я говорю о тех факторах, которые влияют, временных факторах. И что нам нужно учесть, потому что время идет, ситуация меняется. Если мы об этом сейчас не позаботимся, то, ну, что-то упустим в развитии личности. Формирование. Да, ну и, конечно, вот, вы знаете, не могу не задать вопрос. А вот, а что, ну, как бы вы будете делать, если встретите личность? Вот, собственно, я бы тоже, возможно, вам и вам спросил, дескать, ну, предположим, вот так случится, что вы ее встретите. Что вы будете делать? Ну, как было сказано в нашем докладе, да, мы обратимся, например, к Министерству развития энергетики, чтобы оно помогло этой личности как бы реализоваться. Ну, на примере, то есть, существует какой-то, допустим, проект, который необходимо реализовать. То есть, очень много, на самом деле, у нас в стране людей, которые готовы предложить что-либо, они не имеют возможности реализации. Но я хочу еще пояснить, у меня вопрос, он с таким, знаете, некоторым скрытым подтекстом, как бы подтекстом. Что вы будете делать, когда вы встретите личность? Так, неожиданно. На улице, что ли? Да, нет, не на улице, на улице, ближе. Думаю, что мы будем следовать за этой личностью. Понятно, отлично. Я поздороваюсь для начала и познакомлюсь по возможности. Понятно. Хорошо. Есть ли еще вопросы? В интернете, да, прошу. Так, где? Алексей Евгеньевич? Коллеги, я немножко пропустил, был занят важным делом, но тем не менее, вопрос-то у меня остается, и может быть, вы меня просветите, если я прослушал. Я написал уже пост туда, занимаются ли участники группы на игре образованием личности? Можно получить такой ответ? Пропустил, к сожалению, почти полностью два доклада. Скажем так, что по нашему мнению, не должно, как вот, я вот, допустим, не вижу конкретно вот какой-то организации, вот спецсозданной, которая будет заниматься образованием личности. Мне кажется, личность образовывается в процессе своего развития, в процессе своего, не знаю, взросления, поэтому, как мне кажется, то есть она образовывается изначально как в семье, как в образовательных учреждениях, и мы просто выделили, на что хотелось бы обратить внимание, чтобы как бы в этих вот институтах, в том же институте семьи, да, эти качества, они там те же там фундаментальные ценности какие-то, там патриотизм тот же, чтобы это было в нашей стране. Видимо, мой вопрос не понят. Я хотел узнать, а кто делают участники группы, занимаются ли они на игре здесь образованием личности? Да. А, тогда вот просто такой вопрос, уже чисто такой ресурсный, может быть. А успеете ли, вот осталось всего два дня, как вы считаете? Думаю, да. Спасибо. Спасибо. Собственно, я бы тоже хотел задать вопрос, у вас был слайд, там где про вызов, про вызов, если можно. Открутите, пожалуйста. вот, подождите, подождите, подождите. Дальше. 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 Вот, 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 вот это вот. Вот, я так понял, что группа говорит, что единственная ситуация, в которой, ну, как бы, есть шанс для развития личности, это, 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 значит, какая-то, какой-то серьезный кризис. Я правильно понял? Нет. Имеется в виду, что не для развития, а для какого-то действия, шага конкретного в сторону, вообще в какую-либо сторону. То есть именно действия, шаг, там, вот. Ну, это примерно так же, как у группы дом. То есть они встретились с какой-то трудностью, они решают, как преодолеть эту проблему. И тут так же. То есть чтобы, как бы, вызов это какая-то проблема. Ну, вот, я правильно понял, что мы можем, ну, как бы, идентифицировать личность по ее действию. По ее действию. Да, и вы говорите о том, что, как я понимаю, что вот, дескать, для того, чтобы, ну, как бы, у личности был шанс, ну, как бы, действовать и тем самым себя проявить. Нужен какой-то серьезный кризис. Я правильно понимаю? Нет. Мы имеем в виду, что вот если вернуться к схемам, где у нас вот именно взаимодействие какое-то есть, это вчерашний, грубо говоря, день, там имеется в виду, что, в принципе, на данный момент даже вот у нас в настоящем нет того же министерства именно развития энергетики. У нас есть министерство, энергетики, да. Я не думаю, что там нет личности. Там тоже есть личности, но, как мы уже слышали, развития нет. И мы говорим о том, что для того, чтобы совершить некий прорыв, должна наступить некая критическая ситуация, в которой личность, как мы видим там в будущем, да, она сделает какие-то шаги. Так вот нам бы хотелось видеть, да, то есть наша там мечта, видеть такую личность, которая заблаговременно не когда наступит кризис именно, да, вот она будет что-то делать. А когда наоборот, то есть мы хотели бы, чтобы мы стремились к тому, чтобы мы заблаговременно могли решать какие-то наши задачи, там проблемы, чтобы не наступала такой ситуации вообще в принципе в целом. То есть вы хотите избежать вот этого, этой ситуации кризиса. Я правильно понял? Да. Понятно. Понятно. Да, прошу. То есть вот вы там пишете на слайде, что отсутствие критической ситуации в энергетике. Вот тут как бы вряд ли с этим можно согласиться. Но это же вот не ваш вопрос. А есть ли критическая ситуация в личности, там в группе образования личность? В группе нету критической ситуации. Я поняла вопрос. Имеется в виду критическая ситуация, в каком вообще констекте мы ее рассматриваем. Вот как только что я сказала. То есть это некий кризис, который требует незамедлительно что-то сделать. На данный момент в энергетике такого кризиса нет. Вот именно что вот все, не знаю, завтра там света, не знаю, типа ничего не будет вообще. Вот мы будем тут в темноте сидеть. Нет такой опасности на данный момент. То есть критической ситуации. А второй вопрос. Но мы рассмотрим завтра, то есть какие именно, то есть что мешает развитию, допустим, личности. Завтра мы рассмотрим обязательно это. Есть ли еще вопросы? Ну, я думаю, надо обсудить. Спасибо. Да, прошу. Наука развития. Константин, наука развития. Ну, вот, может, я как-то, не знаю, не увидел где-то, наверное, не заметил. Но, то есть вчера вот предложили как бы группам поделиться на две подгруппы с определенными целями, как бы, ну, как я понял. И что-то, ну, я сам не знаю, может, я правда не заметил, не увидел, какую из целей преследовала каждая группа, как бы вот. Спасибо. Спасибо большое за это суждение. Спасибо. Да, еще? Ну, вот два доклада послушали. Как бы очень интересно там, можно там побеседовать об этом, подискутировать в куларах, конечно же. Но какое отношение это все имеет к образованию личности, непонятно. Вы знаете, мне вот оба доклада понравились, немножко, так сказать, по-разному. То есть вся вот информация, которую Александр изложил, все это, да, интересно и полезно. Непонятно только, что с этим делать, в какой контекст, как это попадает и здесь на игре. Вот. А во второй группе, во второй подгруппе, вот, ну, вопрос-то, собственно говоря, у меня такой вообще. В чем заключается проблема образования личности и есть ли она, и в каком соотношении с проблемой находятся другие, как это сказать, операциональные формы, причастные к образованию личности. Вот они ввели такое понятие, как критическая ситуация. Мне кажется, тоже можно его использовать. Критическая ситуация, проблема и вызов формированию личности. Какой личности? Вот. С моей точки зрения, осмысленно говорить о личности развития. То есть вот эти вот все вопросы, они пока по игре остаются ненамеченными и нераскрытыми. И я так сильно подозреваю, что и не будут. Поэтому, как бы, в оставшиеся дни вот этот зазор между попытками порваться к пониманию, значит, тайны образования личности и, как бы, я бы добавил, личности развития все-таки, вот он должен учитывать, как бы, безуспешность попыток. То есть где чего не хватает, где происходит, так сказать, срыв. Вот существенное дополнение такой критической ситуации. Вот наша группа постарается как-то его, значит, принять этот термин, как-то переработать. То есть вот я воспринимаю это, значит, терминологию и скрытые смыслы и возможности, как вот такой импульс для нашей группы. В этом смысле спасибо большое. Спасибо. Еще одно суждение? Да, ваш. Спасибо. Рузель, группа общественной организации. У меня такое вот суждение вот к Александру Попову, значит, по поводу трендов и шумов информационных, да, о которых говорили. Мое предложение на законодательном уровне закрыть такие передачи наподобие и канала MTV и Дом-2. Спасибо. Спасибо. Ну, я, конечно, тоже хотел высказаться, если можно. Вот если можно слайд, где вызов. Где вызов. А, ну нет, собственно, нет. Вначале, собственно, я хотел бы высказаться. Вот, мне кажется, то, что вот в докладе Александра, там вот про, например, такую тему, как, собственно, получается, общественное, общественное финансирование каких-то социальных активностей, краундфандинг, мне кажется, вот это, конечно, ну, интересная такая сущность. Интересная сущность. То есть, вот мы, например, в этом году впервые хотели воспользоваться этим вот способом, чтобы собрать денег на игру. На вот эту игру. Потому что, ну, собственно, в этом году были у нас определенные сложности, очень большие сложности с тем, чтобы эту игру профинансировать, а особенно профинансировать здесь участие студентов. Потому что, ну, дескать, заниживаться вот это вот все необходимо как-то заплатить, а это же вот непонятно, как делать. Понятно, что УРФУ и другие университеты ведь за это не платят. Да, и, в общем, получается найти, и вот у нас была идея организовать такое именно общественное финансирование. То есть, попробовать через вот этот вот механизм найти денег для того, чтобы отправить всю данную игру как бы, собственно, вроде бы 10 студентов. Ну, и вот, в общем, у нас пока не получилось. пока не получилось. Вот, собственно, как делать так, чтобы эта штука заработала? Конечно, очень интересно. То есть, вот то, что там у оси там что-то не получается, очень интересно, вот у нас пока не получилось. Я все-таки имел в виду краудсорсинг. Да. Краудфандинг – это часть краудсорсинга. А, окей, окей. Я тут… Краудсорсинг – это больше, так сказать, консультативные какие-то вещи. Ага, да, понятно. Да, ну вот, в общем, было бы очень интересно, конечно, как вот сделать так, чтобы действительно вот, скажем, эта активность была бы… Было бы возможно ее суперилизовать. Может быть, сидящие здесь в этом могут поучаствовать в каком-то смысле. Да, ну это вот… Про… Вот эту тему я к тому, что она, конечно, очень интересная, как она может работать. Да, ну а если вот вернуться к, в общем, вот этой… Вот этой идее группы, конечно, мне кажется, что эта идея очень сильная, но я ее вижу таким образом, что личность, конечно же, ее можно отличить по ее действиям. По ее действиям. Как она действует. И я вот, ну в общем, согласен с тем, что единственный, в общем, способ личности, во-первых, себя проявить, а самое главное, не то чтобы себя проявить, а осуществить шаг развития личности. Это, конечно, поставить эту личность в ситуацию такого серьезного кризиса. Только в этой ситуации, я вот в этом глубоко убежден, может есть шансы у личности возникнуть или осуществить шаг развития своего. И в этом смысле, конечно, ну вот удивительно, удивительно, как группа, ну в общем, как сказать, не может обернуть это на себя. Обернуть это на себя, потому что, ну вот мы же, в общем, был доклад вчера, и были доклады там до этого. В общем, очевидно, что в группе что-то происходит. И у меня гипотеза, что как бы группа, в группе встретились личности. У меня такое ощущение. И вот интересно, как, вот я задавал вопрос, как группа или личности будут реагировать, когда они встретят личность? Будут квакать, например. И вот это, мне кажется, очень серьезный вопрос. Серьезный вопрос, причем он здесь, вы понимаете, как бы здесь на игре, да, вот не где-то там. Очень легко обсуждать, ну в общем, вот как я вот вижу, значит, из заявки на доклад, что, дескать, мы задаем условия для выявления личности. Выявления. То есть, дескать, то есть мы, получается, ну ищем, ищем какую-то личность и вот ее выявляем. Дескать, ну вот, и вы, например, выявите, и что вы с ней дальше будете делать? Не очень понятно. Конечно, ну вот мне кажется, ход единственный, который, мне кажется, может вашу группу спасти, потому что я думаю, что шансов практически нет. Вот да, но единственный шаг, который можно сделать, чтобы спасти вашу группу и, в общем, действительно продвинуться к, ну как бы, настоящим результатам. Это, конечно, сделать шаг развития личности. И единственный шанс это вот вашу ситуацию в группе ее преодолеть. Преодолеть. И тогда неожиданно вот это вот таинство, вот этого шага развития личности, который ведь очень редко бывает. Очень-очень редко. Оно может случиться. Может случиться. Ооо. Да. Так, что-то еще тут у меня было. Так. Так, да-да-да-да. У меня вот такое суждение. Спасибо большое. Я слушал то, что ты говорил, и, судя по этому, я начинаю понимать, что сегодня делала группа, я сказал уже, к сожалению, я не слушал доклады, но так получилось. Я видел рынки, говорил в это время по телефону, поэтому я задал вопрос, я его повторю, занимаются ли участники группы на игре образованием личности. Я получил ответ, что да, занимаются, но я не знаю, насколько этот ответ ответственен, но мне хочется верить, что здесь на самом деле мы по-честному именно это и делаем. Это очень важно. Хотелось бы спросить, что получилось, но я же понимаю, что это вопрос непростой, а у меня он конвертируется в другой вопрос. Вот осталось у меня, успеете ли завершить процесс образования личности? Это же очень мало, времени очень мало, но когда Александр сказал, что группа говорила вроде бы не про образование личности, а про поиск личности, я бы так сказал, поиск, то есть выявление условий появления личности, то это некоторый объектный подход, где-то найти в капусте где-то там где-то там найти личность. Меня это начинает сильно смущать. Мне кажется, группа тогда в этом случае идет вообще не туда, и тогда риски, о которых говорил Саша, наверное, на самом деле имеют место в ситуации. Он послышал доклады? Ну что, Константин Филиппович, он сказал вопрос, озвучил вопрос, смотрите ведь, какой вопрос, обратите внимание, в чем, на взгляд группы, по мнению группы, заключается проблема образования личности, ведь если группа занимается образованием личности, она же не должна была пройти мимо этого вопроса. Вопрос фундаментальнейший. В чем заключается проблема образования личности, и есть ли она? я единственное хотел бы добавить здесь тоже крупными, крупными буквами, здесь и сейчас на игре, есть ли она здесь у нас? Ведь не где-то там, да, вот здесь вот, мы на этот вопрос можем ответить, о другой реальности, о другой реальности, о которой реальности игры у нас нету, и поэтому все остальное, это книжные слова, они, ну понятно, сейчас уже поздно, уже ими пользоваться, мы же понимаем, что это все шелуха, надо только здесь и сейчас, по принципу, здесь и сейчас жить, действовать и говорить, про себя, от себя, и правду. Вот мой взгляд, это очень важно, я как раз очень надеюсь на то, что именно эта группа, может быть, нам поможет обеспечить прорыв, потому что, ведь смотрите, без этого вообще ничего не будет, без решения проблем у этой группы, ну, это же они пытаются, на переднем крае, пытаются понять, как нам всем быть, и как нам всем жить, ну, на своей шкуре, и вообще-то не позавидуешь группе, на самом деле, не позавидуешь группе, а попробуйте, как вы сами, пойти туда и поработать там, легко размышлять, в энергетике будущее, или чего-нибудь там, как стать министром, кого не хочу обидеть, но это самая сложная группа, это самая трудная, на мой взгляд, по моему ощущению, как мне стать личностью, как мне стать тем, кем я должен стать, или кем я, вроде бы, там, хотел бы стать, вот что я вам хотел сказать, и может быть, в связи с этим, через многоточие, у нас, Саш, мы заканчиваем, да? Да, все, последний. Дальше. Первое, я понимаю, что были такие просьбы, это экскурсии на вертогидскую ГРС, я понимаю, что, скорее всего, у Оля, там, и ребята уже провели опрос, Левитов сказал, что он будет прислать автобус, хоть два раза, хоть там, сколько захотят, и автобус придет, и это, мы сейчас выяснили, что это, произойдет в пятницу, так и, вот, там у них проверка завтра, в пятницу. Итак, я хотел бы узнать, есть желающие поехать, и сколько? Ну, вроде бы есть, конечно, вот, получается, Ольга, все списки уже отправлены, я так понимаю, что, видимо, в один автобус мы не влезаем, да, я так понимаю? Ну, то есть, я так понял, что, в любом случае, это будет в пятницу, и, стало быть, у нас еще день, чтобы к этому приготовиться, там, и уточнить, во сколько это, и так далее, понятно. Хорошо, спасибо, Ольга Кирилович. Можно увидеть, я не вижу кадров в зал, камеру в зал, а я вижу только, а сколько человек поднял ручник там? Ну, я так понял, что все практически, то есть, есть списки. здорово, все понятно, то есть, усилия были не напрасны, ну, я считаю, это очень хорошо, желаю вам посмотреть на станцию, которую скоро будут сносить, там, она интересная по-своему, там, розовый, есть очень интересный, советую посмотреть, это живой еще пока объект, у меня есть еще одно предложение, может быть, завтра стоит сходить, нам утром или в обед, в музей, здесь есть замечательный музей, где вообще показана история развития металлургии на Урале, в том числе, развития промышленности. Есть, вот, я не вижу, опять же, зала, можно картинку взять, есть кому-то это интересно, кому-то это или нет? не вижу камеры от вас. Саша, можешь сказать мне, есть желающие, можно поднять руки, сказать, там, есть интерес к этому. Да, практически нет. Шутка. Собственно, очень много рук. Спасибо. Ты шутишь надо мной и понимаешь. Я уже чуть, я хочу сказать еще, а вот, вот, вот я вижу себя много-много раз, а нельзя увидеть зал мне, я вас не вижу. О, зал. Спасибо, ребята. Очень здорово. Я, я там был много лет назад, я жив, настоящий, меня потрясла, вот, 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 экскурсия. Хорошо, чтобы у вас завтра тоже получилось окунуться вот в эту историю нашего Урала, нашей страны. А тут все время я всегда вижу. Можно показать мне зал? Как бы не вас увидеть. В общем, коллеги, да, да, нет, спасибо, я уже видел, что есть желающие, и завтра, наверное, ребята это организуют. Дело в том, что я сейчас говорил с отцом Сергия. Это настоятель церкви, знаменитетской церкви, которую вы, наверное, все видели, когда проезжали. Очень красивая церковь, построена она в 1861 году в честь, или чуть позже, освобождения от крепостного права, и ее не трогали в революцию, или построили сами люди здесь. И вот это очень интересная, красивая, на мой взгляд, церковь. Я сам с церковью имею очень мало отношения, но был много лет назад, когда я увидел с удивлением, когда молодой батюшка, вот этот самый дед Сергий, парень молодой, вышел из девятки, когда это было еще, престижный мужчина, сейчас говорят, у него Toyota уже, вот, и провел нам экскурсию в церковь, я просто думал, надо же, вот так вот, по-простому, зашли, поговорили с человеком, очень интересный, на мой взгляд, человек, и через много лет я сейчас с ним говорил по телефону. Я с ним говорил о том, что вот мы здесь есть, проводим такое мероприятие, и у нас есть вопросы, над которыми мы все время задумываемся, в том числе, например, что такое служение, или, скажем, откуда берется сила духа, но по-другому, можно сказать, энергия развития. И эта тема нас интересует со всех сторон, мне просто показалось, что эта тема, может быть, он, как эксперт, мог бы какую-то беседу с нами провести, но только единственное, мы освобожаем, даемся после 11, и мы могли прийти туда только ночью. Он немножко, конечно, опешил, но с другой стороны, он сказал, что это отличная идея, и он готов, если найдутся желающие, например, в пятницу вечером вместе с нами полчасика провести, ночь в музее мы провели в этом году, ночь в музее энергетики 17 мая, а сейчас идея такая провести полчасика ночь в церкви. Хоть он и опешил, но тем не менее, воспрямил духом и говорит, это отличная идея, я буду рад вас видеть, если найдутся желающие. Так вот, мне надо им снова позвонить и сказать, там нет желающих, там есть желающие. Сколько-то есть? А, так много есть, да? Ну, здорово. Спасибо. Тогда я завтра уже не буду сегодня беспокоить, наберу и скажу, что... А, можно сказать, сколько человек примерно? Потому что мне плохо видно весь зал. Ну, потому что он... Где-то примерно 50. Да. Пожалуйста, мне не сосчитать. Четырот есть? Ну, где-то 50, мне кажется. Что себе? Круто. Слушайте, ну, в общем, мне кажется, что это становится интересным. и в том числе ответы на вот обсуждаемые сегодня вопросы, может быть, мы с другой стороны какой-то получим, которое нам будет полезно. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Мне кажется, что мы на правильном пути и вот на пути к себе, правде, к свету и добру. Всем спокойной ночи. В смысле веселых танцев. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Всем большое спасибо за интересный пленум. Мне кажется, сегодня было интересно. Всех, ну, я предлагаю всем провести короткую рефлексию в группах 10 минут, ну, может быть, 20. Вот. И, собственно, всех ждем, получается, фойе, я так понимаю, да? Фойе внизу. Спасибо.